У нас осталось… Ну, вы знаете, что у вас осталось буквально-таки для последней лекции, потом у нас будет семинар, где мы будем изучать уже… Ну, короче, у нас не осталось уже… Мало что осталось еще реализационного, остались только какие-то нереализационные задачи. В частности, эта лекция будет включена целиком нереализационным базам данных. Не каким-то конкретным, а это будет такой комплексный обзор того, что есть на свете, всего живет. То есть, эта лекция… Ну, тут, наверное, идет место для дисклеймера. То есть, эта лекция, она подразумевается как обзорная. Я буду касаться очень многих топиков, не всех успею коснуться, о чем-то я буду только упоминать, и что дает вам прекрасную, потрясающую возможность что-то поучить самим, и там погуглить, и найти самостоятельно, и углубиться в какой-то конкретный топик, который я не успел рассказать до конца. На следующей лекции будет более чем прекрасный Монг ДБ, который до сих пор остался в курсе, несмотря ни на что. Вот. Там мы будем углубляться в конкретную реализацию. Ну, поскольку это наиболее приближенно, сказать, наименее болезненный переход от религиозных баз данных к каким-то нереализационным решениям, это, наверное, Монг ДБ. Ну, естественно, немножко коснемся Тарантула в этой лекции конкретно. Так, давайте начинать понемногу. Раньше, то есть это не первая итерация данной лекции, раньше на этом слайде было, ну, и мем был старый с Игрой Престолов, и вот это все, типа NoeScore или Scamming. Но это было несколько лет назад, а с тех пор уже, ну, это стало совсем неактуально, потому что сам по себе пласт технологии уже сформировался, и нельзя сказать, что он, типа, и Scamming или что-то такое. Это уже есть. Этим пользуются все, от этого никуда не убежать. Осталось только, ну, разгребать какие-то подробности того, как, почему это произошло, что с этим делать и как с этим жить дальше. Потому что, ну, какую бы вы не пытались найти работу, то, скорее всего, ну, как программисты, естественно, но вряд ли уборщицы будут заниматься в NGDB, скорее всего, вам придется столкнуться с какими-то NoSQL решениями, и это, и знание какого-то контекста будет вам полезно. А картинка, собственно, про то, что не стоит пихать в свои системы прекрасно и все подряд, возможно, стоит обращать внимание и подходить к этому с каким-то смыслом. Чтобы вот не закончилось тем, что what the hell have you built. Так, еще немножечко дисклеймеров вначале. А чем вообще знать про NoSQL? Ну, я уже начал говорить про то, что какой бы вакансию ни искали, ну, как мотивировать людей что-то изучать. Ну, если у кого-то нет своей внутренней мотивации, вы говорите им, что они от этого будут получать больше денег из знаков, они станут от этого какими-то профессиональными, и у них, не знаю, повысится, ну, как бы, ЧСВ среди коллег, то есть коллеги станут еще больше уважать вас. Вот. Короче говоря, изучение данного топика, как-то неудивительно, улучшает все три ability из этого списка. В частности, ну, знание какого-то представления о ландскейпе NoSQL-базданных обязательно современного разработчика, тем более, поскольку вы готовитесь к программе-архитектору в веб-приложении, вы никак не можете без этого жить. Ведь, ну, и знание каких-то конкретных решений чаще всего является желательным требованием вакансий. Если вы погуглите, ну, по Яндекс работите какие-то вакансии, вы обязательно встретите там что-то типа желательно, или является плюсом знания Рейдиса, знания Монго, знания Тарантула, не только Мэлру, естественно, там каком-нибудь Авито, Сбербанке, Билайне и тому подобном. Знания, ну, это уже чуть дальше от мира базовых данных, но все равно очень близко, это ближе к мере распределенных систем, знания Хадупа, и там поверх Хадупа, то есть поверх распределенных систем разворачивания каких-то местных баз данных, тоже все эти знания полезны и, естественно, повышают уровень вашей заработной платы на какой-то процент, 20, 10, зависит от того, как хорошо знаете, скорее всего потребуется какой-то опыт, но даже то, что вы знаете, это является бонусом при том, что вас занимают на работу, то есть знать это как минимум полезно для того количества денег и знаков, которые вы хотите получать, и вы хотите, наверное, получать больше, вот. По поводу профессионального роста, это само собой, вы весь семестр изучали революционные базы данных, фактически вы изучали постгре, ну, постгре, весь семестр был посвящен постгрессу. Раньше, в прошлых операциях курса, весь курс был посвящен МСКЛ, вот, было такое радикальное переделание. Но это одно решение, одно решение, которое связано исключительно с одной моделью, мы обсудим, почему это не настолько... То есть это... Есть такая пословица, что, как бы, если у вас есть молоток, то все вокруг гвоздь. Ну, вот, многие используют и до сих пор используют МСКЛ так, как будто... Ну, или постгресс, я прошу уж прощения, потому что у нас на работе МСКЛ используют как молоток, которым все забивают, любую проблему, как бы, какие данные у меня не были, кину их в МСКЛ, и там само разберется. В общем, не всегда подходит это устройство, этот пулза для того, чтобы делать что-то правильно и хорошо, и чтобы ваш коэффициент боли, который вы испытываете, снижался со временем, иногда он может просто повышаться, от того, чтобы выбирать какие-нибудь инструменты. Поэтому тоже важно знать. Ну, это профессиональный рост. Ну, и уважение коллег. Ну, как уважение коллег. Если вы знаете всякие забавные... Как минимум, вы можете интересно пошутить на тему МСКЛ после прослушивания этого курса. А уж тема каких-то конкретных знаний придут с опытом. Так. На этом дисклеймер закончился. Я надеюсь, что вы будете все безумно мотивированы, что, конечно, трудно обещать. Но все равно надо продолжать. Список литературы. Список литературы. Поскольку лекция обзорная, тут нельзя рекомендовать там, вот, книжка по МГДБ или по Рейдису. Ну, понятное дело, что вы всегда можете по любому конкретному решению нагуглить какую-то литературу, какую-то одну книжку. Там будет О'Райли Мэйди, еще кто-нибудь. Какая-нибудь книжка с животным или не с животным. Там будет написано название базы данных, которые вы выбрали, и будет описание, как ее системно администрировать немножко, как ее программировать немножко, как сделать непотребные вещи какие-то. Обычно маленькая глава, как делать что-то непотребное. Общей такой литературу достаточно немного. Из них есть даже две хорошие книги, но они полезны в плане того, чтобы получить какое-то овервью того, что происходит. Потому что когда вы затачиваетесь на одно конкретное решение, неважно уже реализационное или нереализационное, это как-то сужает ваш обзор, и вы теряетесь, ну, не сможете мыслить здраво, когда это необходимо. Вы могли бы в какой-то задаче выбрать нужную тулзу, которую вам вот в эту базу данных было бы удобно это положить, использовать Kivalya Storm из того, чтобы использовать тот, какую-нибудь Кассандру, которая у вас была до этого. Возможно, было бы лучше завязать Tarantul и Redis. Но вы просто зашорены, и поэтому не стали этого делать, и приобрели себе, помимо какого-то неудобств изучения нового инструмента, привлекли для себя множество более построения собственных велосипедов и тому подобных вещей. Вот, две книжки. Одна из них, это написано не кем иным, как товарищем Фаулером. Я искренне надеюсь. Итерирующиеся опросы студентов Тернопарка показывают, что где-то, не знаю, процентов 5-10, знаю, кто такой Мартин Фаулер. Вот. Вам надо знать, что он крутой чувак. Он много чего хорошего придумал. У него есть интересный блог, как видите, да, он ведет блог про всякие софтварно-инженерные концепции. То есть он написывает вот, ну, такое, некоторые теоретические построения, обобщение, классификация каких-то вещей. Иногда объяснение, что это, то есть не такой, не технический хардкор, о, здесь я там пропатчил КДЕ под прибыжды, а именно придумывает какие-то термины, ну, иногда изобретает какие-то термины, которые быстро уходят на рот, потому что, ну, он просто, правда, очень известный, его слово котируется, он профессионал. Ну, либо пытается дать ясность, внести ясность какие-то уже устоявшиеся штуки. Книжка структурирована достаточно, ну, логично, чего можно ожидать от человека. Осматриваются религиозные баз данных, немножко, что с ними не так, и приходит уже такое теоретическое описание нойсквейльных баз данных. Вот у нас есть там агрегаты, вот есть основные классы нойсквейль баз данных, и вот он еще, Мартин Фаулер, у него есть любимый, это конь, на который он садится, это Polyglot Persistence, то есть, когда вы берете, у вас уже есть какой-то проект, там есть религиозная база данных, вы решаете, о боже, я могу запихнуть сюда еще нойсквейль базу данных, почему вы мне не сделаете это, что может пойти не так, и он обсуждает там несколько главок, что же может пойти не так, много чего может пойти не так. Есть еще одна книжка Professional Noise Query, автор, он индус, я, к сожалению, не могу произнести его имя, фамилию, сложновато для меня, вот, но книжка более такая, как сказать, более заточена по какие-то юзкейс конкретные, то есть, если у Фаулера все же он любит более теоретические построения какие-то, ну, заточен он на это, он обожаемый инфейсте участвовал, то есть, любит такие, такое, на пересечении софтвер инжиниринга и менеджмента, то есть, вот такие вот, что-то там потериоризировать, но тем не менее, очень хорошо это делает, то вот эта вторая книжка, она более про практику, как вонзить вот это вот решение в свой проект, ну, тоже разделяется на основные четыре категории на юзкей баз данных, они обсуждаются, там обсасываются какие-то особенности, и вот это все. Само собой, если вы приходите к какой-то проект, когда есть уже решение, которое используется, Star Ready, Star Antle, ну, Star Antle, он будет сложнее, но потом еще, не знаю, какой-нибудь HB, Kassan, то что угодно, вы просто гуглите книжку названия этой базы данных, находите и читайте. Но это дисклеймер в том, что это не единственное, что существует на свете, и там вот этот landscape, у меня будет классная, ну, как классная, мне нравится, диаграмма Элли Равена, ну, или ее подобие, такая заболевшая диаграмма Элли Равена, где будет описан landscape существующих решений, ну, включая реализационные базы данных, и можно будет посмотреть, что термин, то есть как бы, когда вы, вам кто-то говорит про что-то про NoSQL, ну, всплывает в голове там какие-то пара решений, на самом деле это какое-то безумное количество, и до недавнего времени, не знаю, в пару лет достаточно постоянно, ну, я подписан на newsletter, который еженедельно там про реализационные базы данных, и там каждые, буквально каждую неделю или пару раз в месяц появилась какая-то новая самописная, какое-то чудесное решение, а еще очередная реализационная база данных. Сейчас это подзатихло, но как бы это как делать JavaScript-фреймворки. Никогда не может надоесть. Вот. Мир не может пережить еще отсутствие еще одного JavaScript-фреймворка. Есть такое даже правило Antudo, как его, не помню фамилию, автора Stack Overflow, ну, founder и автора Coding Horror блога, что у него есть свое правило, которое гласит о том, что если что-то может быть написано на JavaScript, оно однажды будет написано на JavaScript, правило пока что сбывается, портировали там и Doom на JavaScript и все такое, то есть мы все, мы все идем к этому, как бы это печально не было. Вот. Что не так? Ну, чтобы начать обсуждать нереализационной базы данных, ну, SQL, стоит сначала обсудить, почему вообще их стоит обсуждать, почему мы не можем кидать любую, закидывать любую проблему новыми инстансами пасгресса и мускуля и говорить, что все отлично и уходить домой. Ну, или куда там долго. Вот. Сначала стоит обсудить, что не так с реализационной базы данных, потому что, очевидно, не появилось бы другое решение, если бы реляционная база данных были просто класс. Реляционная база данных, как и язык, который их сопровождает, практически одновременно появились, это было, ну, практически, в 70-х годах, короче говоря, они появились, то есть мы уже возимся со всеми этими штуками уже более 40 лет. И реляционная база данных, и SQL, они живут уже более 40 лет, то есть это достаточно древняя штука. Кстати говоря, короче, у меня все равно скринка исключенная, могу показать, могу ли я показать? Я могу. Черт. Свернул свой чудесный. Это у меня была классная статья. Недавно был опрос на Stack Overflow, там опросили несколько... 64 тысячи девелоперов, опросили, и это, собственно, опрос, который получил достаточно большую огласку, там действительно много интересных данных, которые можно посмотреть. Можно оценить, насколько популярны, ну, действительно, насколько действительно популярны те или иные решения, существующие на рынке. То есть вы, как уже разработчики, не просто какие-то ребята, которые лабораторно делают, а разработчики, можете... Представляете себе силу Stack Overflow и насколько опросы местной и местные данные Stack Overflow коррелируют с реальностью. То есть если вы гуглите что-то, как запустить MongoDB, скорее всего, люди начинают ей пользоваться. То есть это не значит, что она работает, правда, но пользуются, да. Вот. Например, вот здесь достаточно репрезентативный чарт о том, самый common, the most common programming languages, ну, как наиболее используемый, если переводить достаточно вольно, как видите. Это, опять же, доказывает мой поинт про полезность для вашей работы. А, нет, не совсем доказывает. Нет, JavaScript доказывает, потому что он GDB используется. SQL доказывает то, что вам база данных нужно знать, это сказать, поинт силу курса доказывает, что вам полезно знать базы данных, потому что SQL, ну, как бы, один из наиболее распространенных языков, его используют все. Ну, а про какие-то решения революционные тут тоже есть статистика достаточно интересная. Несмотря на то, что мы перешли на Postgres, люди все еще, ну, по мнению Артема, по крайней мере, рядят кактусы и общаются с мускулем. Ну, тем, кто повезло меньше общается с SQL сервером, в частности, разработчики Stack Overflow очень много, ну, у них вся, весь Stack практически развернутся на Windows. У Antwoodo в его блоге, по-моему, тоже есть обоснование, почему же они так любят Windows и все такое. Я не смог понять, я перечитывал несколько раз. Вот. Ну, и, конечно, есть популярность. Что интересная статистика в плане того, что есть, вот, database technologies developers use, то есть используют, какие технологии, что-то деревья мы используем, согласно опросу. Ну, понятно, мускуль там впереди, ну, потому что больше инсталляции было какое-то свое время, потом только под грязь появился. То есть, наверное, как-то связано с историческим, по историческим причинам есть такая, когда у вас спрашивают коллеги, почему здесь такая жуткая хрень в коде, сна, по историческим причинам закончилась. Вот. Есть отдельный опрос, the most loved databases technologies, database technologies. И, как видите, мой SQL не стоит на первом месте наиболее любимых database, базу данных технологиях. На первом стоит Redis, ну, у него такое няшное сообщество, там, все любят друг друга, обнимаются. Ну, и Postgres, конечно, там тоже такое стабильное, то есть, там, все отзывчивые, как все стараются сделать лучше для комьюнити, коллективно решают. Вот, наверное, это связано с любовью к какому-то тому или иному продукту, потому что мой SQL, что там, тяжелее совсем этим. Ладно, остальные подробности мы вдуваться не будем. Но поинт в чем? Поинт в том, что мы с SQL и релационными базами данных уже давно, они, как бы, 40 лет мы притяжались, и, в принципе, все используют, и выпилить, если из 64 тысяч разработчиков, которые прошли опрос 50, используют, как бы, мой SQL, они, скорее всего, используют на работе, в том числе, то, как бы, достаточно хороший выбор, как говорит о том, что избавиться от этого не получится в ближайшие 40 лет тоже. Ну, то есть, если мы до сих пор пользуемся перлом, то, ну, как мы избавим, как мы выберем SQL и Postgres отовсюду. Вот. Поэтому выхода нет, но не зря пользуемся, наверное, то есть, если бы было так плохо, либо не используются. Ну, короче говоря, 40 лет назад появилась эта технология, и, и, и пойнт в том, что релационная база данных, вот эта модель, которая основывается на релационной модели, которая придумала, если не ошибаюсь, код, товарищ код, а Боис придумал как раз, ну, вы знаете нормальный форус Боис кода, код придумал, соответственно, релационную модель, Боис придумал искуый язык. Ну, как бы, не в одно лицо они это сделали, каждый там с авторами, но все же наиболее известные фамилии. Вот. Мы это так давно использовали, потому что, наверное, это неплохо. Несмотря на то, что это появилось давно, это появился, однажды просто появился хороший инструмент, который хорошо решает свою задачу. Ну, то есть, какой пример привести? Например, есть компания MailChimp, она занимается рассылками писем, и фактически, когда, ну, вы задумываясь, как мне устроить рассылку писем, у вас автоматический сад, вы используете MailChimp, ну, потому что нет причины использовать что-то другое, если это... Оно просто работает. Любой разработчик любит тузы, которые просто работают. Ну, вот релационная база данных, мускули, прогрессы и все такое, они просто работают. Вы просто кида... Ну, просто это такое слово в кавычках, это как большая буква О в алгоритмической нотации, там где-то константа вот такая внутри. Но оно... Вы просто запускаете ее, кидаете туда свои данные, и оно работает. То есть вы можете делать какие-то там какие угодно запросы. Приложение ваше даже масштабируется, если вы не Facebook, Google, Twitter и так далее. И все работает хорошо. То есть данные хранятся персистентно, есть конкурентный доступ, Share Database Integration, мы сейчас поговорим, это одна из причин, по которому был такой лифтов, взлет в использовании технологии самопсерилизационных баз данных, ее адаптировали в банках. Ну и вот эта стандартная, практически стандартная модель, то есть SQL, которая появилась вместе с реализационными базами данных, очень удобная штука. Почему удобно? Ну, во-первых, SQL простой, вы можете даже... Даже менеджеры можете научить SQL, а это говорит о чем-то. Вот. Помимо всего прочего, поскольку он такой распространенный, его все знают, ну видите, половина разработчиков, как бы, знают. It's common language. Знают SQL, значит легко найти работника, который... Ну, то есть вы ищите разработчиков в свой стартап, который, не знаю, делает говорящие миски для котиков, и если вы ищите JavaScript разработчиков, то он, скорее, все равно черт подери будет знать SQL. Ну, вот, у него... Хотя, если он на МНГДБ только видел до этого, то вряд ли. Но это совсем уже клинически. Ну, тяжело, короче, будет. Вот. Короче, технология хорошая, не зря она используется, она работает. Но есть проблемы. Надо, наверное, уже приходить к ним. Мы пришли к тому, что появление SQL баз данных, оно связано с чем-то, связано с проблемой, которая есть, но при этом сам инструмент, хороший, это не значит, что после того, как вы прослушиваете лекцию или просмотрели какую-то презентацию где угодно на Google I.O. или на любой другой конференции, на какой-то нового неравиационного продукта, вы бросаетесь в production, удаляете свои любые инсталляции мускули, Postgres и устанавливаете эту новую классную базу данных X. Потому что, ну, она не будет работать для вас, скорее всего. А если она только появилась, то она, скорее всего, просто скорится, и все. Когда вы ее запустите, если вы запустите ее. Вот, короче, тут есть свои проблемы. Так вот, почему у нас... В чем проблемы? Краткий экскурс в историю. Ну, в 70-х они появились, и уже в 80-х как-то начало адаптироваться крупные компании типа IBM. Все это появилось в продакшене в том еще. Появились mainframe, которые стали пользоваться крупными компаниями. Сам IBM использовал банки и все такое. Достаточно простая штука. У вас есть одна большая база данных, есть приложения, есть куча терминалов. Ну, то есть это тонкий клиент, одна клавиатура, грубой экран. Есть один сервер, который умеет общаться с одной большой базой данных. Все там внутри, все классно, все работает. Где-то лет десять все так и работает. Потом оказалось, что компаниям... Ну, не все хотят покупать mainframe. Ну, и к тому же уже сколько можно вот эти шкафы держать для себя в виде компьютеров. Технологии развиваются, появились компьютеры поменьше, серваки. Ну, это моя сейчас интерпретация истории развития эволюции компьютерных технологий. Понимаете, она не дословная так. Вот. Начинают эти технологии адаптировать банки с развитием компьютерных технологий. И появляется вот этот паттерн, который называется shared database integration. Когда у вас есть в вашем, не знаю, American Express или где угодно, у вас появляется одна большая база данных, в которой есть много приложений, которые пишут. Ну, и, соответственно, один большой толстый сервак, который все туда пишут, все пользуются одной большой, ну, здоровенной базой данных. Все работает хорошо, потому что, ну, сколько у одного банка может быть клиентов, в конце концов. Ну, исчислимое количество, которое куда-то помещается. То есть, пока люди не начали фотографировать котиков, все было хорошо. И все работало. Ну, то есть, у вас какая-то крупная компания, вам нужно несколько, ну, тысяч, наверное, работников запихнуть в базу данных. Ну, сколько-то у вас там десятки тысяч заказов. Ну, вы сами представляете, сколько для этого нужно оперативной памяти местной диски для того, чтобы поместить. Это, ну, скорее всего, поместится в один сервак. А если потолще взять, то еще место останется. Вот. А потом все стало хуже. Во-первых, начал появляться, ну, человечество вдруг решило генерировать больше данных, чем до того. Буквально-таки за последние годы мы сгенерировали данных, ну, то есть за последние несколько лет истории человечества было сгенерировано данных больше, чем от начала существования человечества до вот какого-то 2000 какого-то там года. Это можно даже, в принципе, проследить. А если напомнить, то реляционные базы данных появились в 70-х годах. Тогда еще было тяжеловато с тем, чтобы думать о том, что будет кластер компьютеров. То есть тут один бы хоть в комнату поместился, а тут у вас уже какие-то... А тут вдруг данные не помещаются на одну машину. Сама даже реляционная модель не разрабатывалась с такими категориями в голове. То есть никто не думал о том, что будет настолько в будущем. Вдруг надо захватить марсиане, и не придется этим заниматься. Поэтому это не особо рассматривалось. Но данных действительно начало становиться больше. У меня тут график, просто найти актуальный какой-то график про рост количества данных тяжеловато, честно говоря. Вот я нашел с эстиммейтами на 1013-1015, нормальный график. Ну, вы можете представить, что рост вдруг не упал. То есть ничего. По-прежнему количество производимых данных растет. Был бы не так плохо, если бы данные просто сами по себе стало больше данных. Ну ладно, это может быть текстовые данные. Все пересылают друг другу письма. Ну, как в Арпанете еще. Вот. Ну, нет. Данные сами стали по себе сложнее. Это связано вот с этими, опять же, словами. Типа Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Страшно. Никто не знает, что это означает. Ну, кроме Википедии, конечно. Ну, так или иначе. Сначала у нас были какие-то текстовые документы. Опять же, Арпанет. Мы присылаем простые имейлы и все такое. Потом уже появляется язык разметки. Появляются первые странички. Ну, страничка Ларри Вова, которую вам, возможно, Дима Смайль показывал. Создатель Перла. Она с тех пор не изменилась. Вот. Ну, а потом вот как раз становится хуже, потому что появляется Web 2.0 и появляется контент, который генерирует юзер. Все начинают, ну, каждому нужно завести блог «Я и моя кошка», там, фотографировать еду и так далее и тому подобное. И все это, черт подери, надо где-то хранить. Ну, потому что пользователи почему-то хотят иногда смотреть то, что они делали до этого. Нельзя просто уничтожать. После прочтения речь не работает. Ну, и еще стало хуже, когда появились социальные сети. То есть, помимо того, что эта информация и так была, вот она стала сильно связанной после, ну, уже на этапе Википедии. Потому что у нас есть ссылки, которые ведут на другие ссылки. И все это достаточно сильно связанные сущности. Кстати, интересный факт в том, что если вы будете долго гулять по Википедии, ну, проходить по ссылкам и рано или поздно придете к категории философия. То есть, все пути ведут философию. Так вот, появился Web 3.0 и тот уже, ну, так называемый Web 3.0, это все, конечно, такие категории размыты. Появился Web 3.0 и появились социальные сети. Ну, социальные сети появились до Web 3.0, но Web 3.0, это называется, что у вас появился вот этот Giant Global Graph. Это значит, что дохренища народу пользуются социальными сетями, и они связаны в какой-то необозримый, необъятный этот граф, который так или иначе нужно обозревать, что-то по нему считать, что-то там смотреть, селектить, выбирать, обновлять и так далее и тому подобное. Какое-то иметь представление о нем. Ну, и проводить, конечно, исследования, потому что же это такая классная тема для, не знаю, просто непередаваемого количества ресерчей. Взять Facebook, и там уже можно выжать, не знаю, сотни докторских работ. Но на фоне всего этого... А, вот, отлично. Но на фоне всего этого производительность революционных баз данных не поспевала. Это тоже, опять же, условно, график. Вы понимаете, что он тут не по точкам эксперименте нарисован. А что это подразумевает под собой? Опять, появились баз данных давно, никто не рассчитывал на то, что не было расчета, и это было бы бессмысленно на такие нагрузки, на такое использование. В силу этого не для всех юскейсов это одинаково, равнозначно работает. Ну, то есть, хранить какие-то базу данных работников или какие-то финансовые транзакции и тому подобное, хранить все это в революционной базе данных – хорошо, отлично, классно работает. Но вот запихнуть туда граф уже тяжело, потому что сама модель, революционная модель, она, ну, не про графы она. Ну, не про деревья, не про графы, она про то, чтобы вот таблицу туда запихнуть. Соответственно, как вы могли заметить, реализуя формы, там вот это вот, даже дерево комментариев, то есть, это заканчивается какими-то странными костылями, которые, там вот, материла, пути вы там записываете, либо можете, там появляется у вас много джойнов, то есть, либо вы придумываете костыли, либо у вас, скажем, производительность проседает, потому что вы начинаете какого-то страшным образом денормализованной таблицы джойнить и так далее и тому подобное. Это все становится не очень удобоваримо. Ну и, как следствие, ну, точнее, одна из причин тоже необходимости других решений корреляционных, потому что, ну, данных стало больше, они такие сложные. Все это перестает помещаться банально на одну физическую машину. Поскольку все это перестает банально помещаться, мы должны купить еще больше машин. должны каким-то образом распределять эти данные на разные машины, ну, так, чтобы не дублировать их и, не дай бог, что-то не потерять, потому что, ну, это было бы даже неизвестно, что хуже продублировать или потерять их. И вот, и тут как бы вот в этом моменте, то есть, еще ладно с производительностью и всем таким, но вот в этом моменте про распределение, вот, работа на каких-то больших кластерах, а тем более географически распределенных, ну, понимаю, у вас в одном дата-центре там еще сетка как-то работает, а тут у вас, ну, если вы гугл, тут у вас на одном материке дата-центр, на другом материке дата-центр, и скорость света, ну, и вы сидите посередине вот между этими материками и думаете, что делаете, поскольку скорость света, к сожалению, конечна, становится тяжело. Вот. И это, отчасти, ну, то есть, вот это такой набор причин, да, кстати, я, по-моему, еще не закончил, да, я же не закончил причислять. Еще последнее, последнее осталось, но это только чисто программерское. То есть, вы видите, причины, которые я только что причислил, наверное, сами могли бы придумать. Ну, стало до тебя данных, железо так быстро не масштабируется, данные стали сложены, все это перестало помещаться, надо где-то хранить. Окей, ну, есть Facebook, Instagram, и все это может представить. Есть такая часть программерская проблемы. Название, которое притом позаимствовано из электроинженерии, называется Impedance Miss Match. Не берусь, никогда ни разу не брался, переводив на русский язык. Я думаю, вы справитесь в своей голове, придумывайте перевод этого прекрасного словосочетания. В чем оно заключается? В том, что есть революционная модель, а есть объектные какие-то языки программирования. Ну, или вообще URM-ки в любом языке программирования. Ну, то есть Python, например, сложно назвать объектным языком, но все же там тоже есть URM-ки в Django или Square Elchemy, все это есть. Так вот, отображение между революционной моделью и вот этой object-oriented моделью, оно неоднозначное, потому что на многих уровнях, то есть это неправильно на многих уровнях получается, потому что революционная модель — это таблицы, 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 это какие-то, ну, гетерогенные данные такие фиксированного формата. Язык программирования — это объекты, ну, это фактически граф. Ну, когда вы думаете об OOP, у вас представляется какой-то граф, наследование, сложно связанные друг с другом каким-то вот этим вот образом объекты, и это однозначным образом не перекладывается из одной модели в другую, у вас появляется какой-то, ну, абстракции начинают течь, грубо говоря, потому что у вас появляется сама по себе такая сущность как URM, и тут у вас есть какие-то объекты, которые вы можете интроспектировать как угодно, и то есть там уже нарушается инкомсуляция, ну, и хотя бы даже типы данных. Вот в революционной базе данных, какой бы вы ни взяли, есть какое-то определенное количество типов данных, а в том языке, который вы используете, к сожалению, может по-другому авторы решили, ну, то есть вы используете, например, Python, а из Python общаетесь с мускулем. Ну, к сожалению, мускули фиксированные как бы типы данных, а в Python вы как бы даже не всегда знаете, у вас там сейчас лежит long или int, то есть уже есть достаточно много несоответствий и много мест, где можно нафакапить при переходе из одного образа мышления данных к другому. Ну, и помимо всего прочего, еще один пример, вот этого пинансмиссмейдж, то что в языках программирования у вас могут быть вложенные структуры, а в революционной базе данных что-то не очень могут. Ну, то есть вы можете закостылить это, но это не будет соответствовать революционной модели, это будет модель имени вас. Вот. Боясь всех этих проблем, точнее пытаясь их преодолеть, прекрасная комьюнити разработчиков пришло к тому, что начали появляться нереаляционные решения. Придом начали появляться, естественно, не в 2000 каком-то году, то есть приблизительно тогда же, когда появились революционные базы данных, появились и первые нереаляционные базы данных, то есть только тогда их никто NoSQL не называл. Решения тогда, в те времена были популярны решения всякие типа XML-базы данных, объектные базы данных. Вы сейчас уже, наверное, даже не факт, что кто-то слышал вообще, вот я называю вот эти категории, вы могли даже не слышать, если только у вас какие-то есть преподаватели, которые застали их и вам рассказывали на своих курсах. Потому что сейчас это уже экзотика, то есть так, как динозавра палочкой потыкать, уже вряд ли кто-то будет серьезно рассказывать вам о том, что он продакшен и ванзил, что-то подобное. Но они появились тогда, все это развивалось, но просто вот такая реальная необходимость использования на фоне существования прекрасного молотка в виде реализационных баз данных назрела относительно недавно, когда мы запустили гуглы, фейсбуки, твиттеры, инстаграмы и тому подобное, и все вот это бесконечное количество данных понадобилось где-то хранить, появилась острая необходимость в том, чтобы как-то удобно это делать, и удобно не только администрировать, но и для программистов работать, потому что, как я уже сказал, вот есть причины, связанные с ростом качества данных и бла-бла-бла, а есть impedance mismatch, из-за которого вам неудобно работать как программисту с этим, потому что надо как-то в голове держать несколько моделей, и вы бы хотели работать, вот вы работаете в коде с объектом, и хотели бы, чтобы у вас база данных, вы получаете объект-юзер, и у него там есть все, что нужно, и он классный вообще. А тут какие-то приседания и пляски с бубном для того, чтобы получить, скрестить ужас ежом. Вот. Так, вот, все эти причины, все вот это вот совокупности является обоснованием для того, что нойсквейльные базы данных существуют, их существует достаточно много, стоит отдельно кратко, опять же в качестве истории, сказать про термин нойсквейль, чтобы его не было какого-то злоупотреблением. Термин нойсквейль, ну, это исследование Мартина Фаулера, ему можно двереть, а не означает, что это not only сквейль, и не означает отрицание сквейля, и вот это все, да, вот этот вот значок, типа, с зачерканным сквейлем, то есть это не несет какого-то такой смысловой нагрузки, которые о нем думают, несмотря на некоторые статьи на хабы и тому подобное, с картинками такими красочными, как оно появилось. В 2000-х годах уже были все эти решения, мы сквейли, которые сейчас крупные даже есть, у них были каждого отдельно своя конференция, и чувак в Лондоне решил, что их надо собрать в одну большую конференцию, ну, собрал, надо было как-то порекламировать эту конференцию, надо было, ну, это делать, конечно, нужно в Твиттере, в том числе, чтобы это было удобно в Твиттере, нужно придумывать короткий хэштег, он спросил у своих фоллеров, какой хэштег, они придумали noiseql, все. Нет никакого, то есть, реляционная база данных – это достаточно строго определенная штука, то есть, там буквально определение можно выделить и отделять зерна приема, сказать, вот это реляционная база данных, вот это не реляционная база данных, а noiseql – это просто какой-то концепт, который придумали хипстеры в Твиттере, ну, то есть, ну, очень грубо говоря. Поэтому у него нет каких-то строгих ограничений, вы можете назвать noiseql много всего, чего захотите назвать так. Ваша маленькая база данных, которую вы сделали поверх диктов в питоне, тоже может быть noiseql. правда, она никому не будет нужна, кроме вас, но так она будет работать, наверное, даже. Интересный факт в том, что noiseql, как… есть такая база данных – noiseql, noiseql – noiseql, которая называется noiseql, просто она появилась до того, как появились все эти штуки, ну, сам термин стал популярным, и просто тот, кто его предложил, не знал о существовании такой базы данных. Она есть. она, по-моему, xml-ная, xml-ная база данных, и, конечно же, про нее забыли уже достаточно давно. Но, так или иначе, у самого класса этих решений можно выделить какие-то общие характеристики. Чего здесь? Ну, картинка просто… картинка для привлечения внимания, для того чтобы все вот эти какие-то логотипы вывести сразу. Какие общие характеристики? Ну, бульты здесь более чем очевидны. Можно хотя бы англоговорящий посетить. Scheme-less – это означает, что они чаще всего… Ну, то есть, каждая из этих бультов означает… Можно там перед ним подславить словосочетание чаще всего. Чаще всего это Scheme-less – база данных бессхемная, то есть у вас нет строгой схемы. В реляционной базе данных вы заранее думаете, о, у меня данные будут такие и такие, собрали требования, сделали там логическую, физическую схему. Вот это все, молодцы. А тут вы просто кидаете… Ну, там, MongoDB взяли JSON, откуда не знаю, откуда угодно, из любого трешового источника кидайте базу данных, как угодно. Оно там лежит. Возможно. Если вы правильно настроили Mongo, конечно. Чаще всего они опенсорсные и в некоторых случаях надо смотреть за лицензией, а в некоторых случаях она как бы опенсорсная, но вот вы можете установить на пару тачек, а если вы хотите памяти больше на терабайта, то вам нужно покупать лицензию. Ну, конечно же, никто не узнает, если вы никому не скажете, но если узнают, то будет плохо, но непонятно, как это будет в России. Ну, короче, тяжело. Есть свои особенности. Опенсорс – это тоже не так просто то, что вы скачали этот торбольчик с гитхаба. То есть иногда бывает сложно. Лицензия – это тоже отдельная тематика, можно отдельные лекции устраивать. Чаще всего подходит для развертания на кластере, ну, потому что это было одно из ограничений радиационных баз данных. У нас есть дофига тачек, хотелось бы, чтобы наша база данных масштабировалась на эти тачки. Еще лучше было, если бы я просто кинул ее туда в кластер, она сама что-то делает там, везде как-то они синхронизируются, что-то там происходит, а я просто наслаждаюсь. Но это даже вот хорошо подходит для развертания на кластере, даже чаще всего здесь, вот это в Слаусистане, чаще всего, наверное, здесь в меньшей степени подходит, потому что традиционные базы данных, ну, особенно там какие-нибудь Kivali, Store, типа Radis, Tarantula, они, скорее всего, одно ядро, один поток работают из коробки. И для того, чтобы как-то масштабировать, вам придется чудеса, ну, не чудеса, но все же чуйку и вот это все применять. Ну, естественно, чаще всего не используют революционную модель, хотя некоторые нереволюционные базы данных в некотором смысле используют революционную модель, ну, потому что она такая классная, и этот молоток нельзя так просто выкинуть, и это действительно во многих случаях удобно. Помимо всего прочего, есть какие-то более техничные статистические точки зрения концепты, которые объединяют нереволюционные решения. В революционных базах данных у вас есть таблица, таблица всему голова. В нереволюционных базах данных чаще всего можно объединить по такому принципу, что они не мыслят в термины строки какой-то, потому что вам как программисту не интересно получать строку, вам интересно получить какой-то объект, с которым вы можете работать. Но вот этот объект, с которым вы можете работать, который удобен программисту, который вы хотели бы целиком получать, и сразу рендрить страничку в блоге или что угодно. Вот этот объект в терминах нереволюционных базах называется агрегатом. Поэтому, ну и соответственно, решения, которые утилизируют эту модель, они называются агрегатно-ориентируемыми, то есть aggregate-orientation решения. Ну и чаще всего вы редко кроме Мартин Фаулера услышите это, вот эту вот саму фразу, но вы можете знать, что и так эти решения можно обобщить. Например, база данных какого-то магазина, но здесь это просто email-схема на данный момент. Ну естественно, есть заказ, заказчик, у него есть заказ, куда нужно привезти, есть биллинг-эдрес отдельный оттуда, куда нужно принести, потому что он связан с тем местом, где вы карту оформили и так далее, продукт, который в этом заказе есть, ну обычный магазин, не знаю, который продает все что угодно. В терминах реализационных баз данных вы просто берете вот эту email-схему и кидаете в нее нормальные формы до тех пор, пока вам не станет больно. То есть есть такая поговорка, что надо нормализовать до тех пор, пока не станет больно, и денормализовать до тех пор, пока не начнет работать. Ну вот, в данном случае вы нормализуете до какой-то, ну здесь, по-моему, уже до упора практически нормализованы, есть все нужные сущности, которые есть и цветами, помеченные, соответственно, foreign key, которые матчатся одинаковым цветом. Вот, как видите, здесь достаточно много сущностей, чтобы отрисовать, ну вам отрендерить страничку клиента со всеми его адресами, ну с погинацией адресами, всем вот этим классным, вам нужно, ну, сделать много join-ов, если вы хотите это сделать, ну в таком вот прям вот нормализованном виде. Это уже не совсем, по-моему, все еще, да, это все еще mail-схема, но в агрегатном представлении. Нормальная форма, если вы прям нормализуете прям в кровь, нормализуете какой-то use-case, то у вас вполне определенный набор сущностей, и он фиксирован, и он не меняется, потому что, ну там уже дальше некуда. А представление в виде агрегатов, оно не фиксированное. Вы можете, в зависимости от use-кейса и от ваших знаний о том, как это будет использоваться, можете основные агрегаты менять. Вы можете сказать, что вот в этой use-кейсе с магазином у вас агрегат это customer, и в customer вы включаете и его заказы, и биллинг, адрес, все что угодно, его адрес, телефон, все вот, потому что вы знаете, что чаще у вас все будет, сранечка пользователя, запрашивается, вам надо на нее все отрисовать. Вместе со three заказами и всем остальным. Либо вы можете решить, что у вас просто какая-то админка просмотра заказов, тогда у вас основной агрегат — это будет заказ, в котором будет пользователь или там еще какая-то информация. Все это будет в каждый заказ, если там про одного пользователя, все равно информация о пользователях будет внутри этого агрегата дублироваться. Вы можете с этим играться в зависимости от того, как хотите, чтобы это работало. и у этого есть как неудивительно у всего и свои трейдов и то есть вы можете нам может и это у этого варианта есть преимущество но сейчас нормализации данных вас обеспечивается все те же самые плюшки ну то есть это предполагает реализационную базу данных вас все целостно классно и ориентирован на широкий спектр запросов ну потому что сама модель реализационной sql как язык предполагает что вы один раз придумали вот эту схему зафигачили всю эту базу данных а потом можете что угодно делать аналитические запросы какие транзакционные запросы добавить удалить перетасовать все что угодно сделать и всегда это практически если у вас не миллионный строк всегда это будет работать и даже будет работать быстро наверное но минусы те же что у реализационных решений у вас скорее всего будет это плохо на кластеры работали если станет очень много клиентов например join это не всегда хорошо иногда это бывает больно но конечно лучше чем вложенные запросы ну и импиденс мисс мэйдж по по-прежнему работает то есть никакие ничто не исчезло представление агрегатов то есть используем их на сквальных решений в частности у меня тут дальше будет пример с как это в монга можно представить монги тут уже как программисту вам приятнее с этим работать вы получаете за один запрос базе данных ну если вы знаете что у вас например всегда будут клиент с ничклем трясов задний запрос базе данных получаете целиком вот этот агрегат с клиентом и все отправляете его в каком-то сервизованном виде на сторону ну или сорендарите на сервере страничку отправляете ее клиенту все быстро классно удобно ничего делать не надо вообще даже думать скорее всего не придется но есть нюансы в том что данные сильно динамализованы могут быть зависимость того опять же как вы выбрали вот эти агрегаты это может привести к каким-то неконсистентности которые у вас появятся тут вспомнили о том что вот в этом клиенте надо когда вы в этом клиенте обновили его какой-то заказ оказалось что это у вас системе может быть заказ на несколько клиентов а в том клиенте вы забыли обновить какую-то информацию ну короче может быть неконсистенция какая-то не хорошо не консистенция это какие-то тихие ошибки вы о них узнаете потом когда вас дебет с кредитом грубо говоря не сходится и будет грустно и естественно основной бизнесных нюансов это то что у вас есть оптимизация под конкретные запросы то есть вы знаете из кейс который будет пользоваться ну который у вас основной вот всегда рисую страничку клиентам всегда делаю то-то ну или какой-то ограниченный набор из кейсов и если приходит что-то новое то есть вы приходит менеджер там и кричит все нет вот надо вчера нужно было сделать еще страничку которые вот так вот работать такой-то логик который целиком нарушает вашу схему хранения вам про ну ходит столько там защищать рукава и переделывать все ну потому что к сожалению чаще всего нереационная база данных они заточат ну самом принцип проектирования заключается в том что вы затачиваете под какой-то конкретный из кейс и она работает в рамках этого из кейса шаг левый шаг правый это расстрел прыжок на месте попытку улететь mongodb ну соответственно представление как как это выглядит уже хотя бы хоть на каком-то конкретном примере чуть более конкретном это представление агрегатов вот тоже схемы с заказами какие-то ну такой более прощенный я сперлюсь я не ошибаюсь картинку с хаба вот здесь есть два варианта представления в виде агрегатов в том случае когда вот информацию о плате заказа вы прямо включаете сам заказ в другом случае вас payment информация поймете то есть отдельный агрегат возможно для подсчета каких-то финансовых штук для проведения аудита и тогда это подобно вам нужно отдельный агрегат который удобно будет работать ваш там кронжоба будет запускаться вытаскивать всю эту коллекцию с пейментами и чё-то с ней делать это будет удобно для того чтобы не и не зато не затрагивать все эти за отдельно вот коллекцию с заказами такое возможно ну то есть сильно зависит от юз кейса в рамках революционной базы данных вам не пришлось бы задумываться на это мы просто нормализовать ну нормализовали бы до тех пор пока не стало бы больно запихнули это в продакшен и потом уже независимости от какие требования вы всегда можете придумать какой-нибудь ской запрос который возможно не всегда будет быстро работать но будет работать сто процентов потому что ну такая модель и решили решите любую проблему вот сказав все это мы наконец-то перешли к там к обсуждению более конкретно обсуждению как уже каких-то решений космосферной сквелем они просто всего поля в целом то есть мы сказали что вот есть революционный баз данных с ними все хорошо они классные по-прежнему с ними можно и нужно работать но не всегда их возможности хватает для того чтобы лучшим образом выйти из какой-то сложной ситуации ну потому что инженерии заключается в том что вы каких-то ограниченных условиях принимаете наиболее оптимальное решение со своей точки зрения у вас есть ограниченное время ограниченные ресурсы но и время тоже ресурс и так далее вот и посмотрели что же такое nsql то есть когда вы произносите волшебное слово вы должны знать что под ним скрывается то есть какие какие константы там внутри зашиты и наконец ну и теперь мы уже переходим про обсуждение конкретных решений я вам обещал классную с моих слов диаграмму эллера вена но это не совсем диаграмма эллера вена но такая же сказала я гамма эллера вена курильщика она похожа как видите ну как видите landscape самих баз данных вообще он такой тип большой и есть помимо того что вот есть вот этот основной блок справа про relation relation базы данных ну вот здесь есть не менее маленький блок про нереализационные базы данных и как видите в блоке с реализационными базы данных не написано там три решения типа esql server postgres msql как как неудивительно тут еще много каких-то дурацких названий которых вы никогда не слышали я тоже принципе их тоже читал всего лишь с этого слайда и это нормально потому что люди люди не как бы не сидят слажа руки некоторые лежат вот на что мы будем смотреть мы будем смотреть естественно вот на то что синеньким или на это что выделяется вот этих книжках которые в самом начале обсудила какие-то основные подкатегории которые чаще всего смотрят когда говорят про нереализационные базы данных что здесь нужно посмотреть обязательно нужно посмотреть говорить о кивалию хранилищах обязательно нужно говорить о документно-ориентированных хранилищах обязательно и тут big table like базы данных или колоночно-ориентированные но мы обсудим там есть нюансы как это все называть и тоже часто выделяю графовую базу данных то что вы здесь есть отдельный блочок про ази сервис ну то есть какие-то сас пас вот это все сас точнее конечно вот это внутри вот этого база данных как сервиса там уже может быть что угодно там дайна эмо которая делает amazon это кивали у хранилища например ну амазон собственно много чего еще есть традиционных какие еще бывают мутанты то есть в этом области из того что интересно посмотреть вот именно лэндскейпе в этом а вот аналитические базы данных видите их достаточно много там есть сверху слова хадуп хадуп это не база данных ну то есть вы кому-нибудь захотите это сказать на собеседование вы лучше промолчите не надо так делать это не база данных хадуп это типа файловая система распределенная плюс map reduce это все что есть хадуп а вот поверх хадуп вы можете накидать кучу всякой разной штуки и сказать что это будет база данных распределенная да так можно сделать то что у вас есть классная абстракция распределенная файловая система которая еще и работает даже и это хорошо чего здесь хотелось бы обратить внимание но естественно есть рационная база на как сервис буш на google кто угодно там фамках обенджена предоставляет что-то интересная графа это ньюисквей ньюисквейл это такое опять же лучшее из двух миров и ну или кто-то набор читает что скрестить ужас ежом вы берете рационной базы данных все что классно них есть перейти не рационные базы все что классных есть и пихаете друг друга пока не стоит не появится но и скрель то есть это какое определенное вот подмножество база на которые могут это и это и якобы могут все одновременно хорошо то есть какой пример но мимо сквейливость вы заёте на их сайте q помимо графы с прайсингом которые там есть но и туда тоже нюансы вы увидите что у него есть там фичерс и там есть ки вэлию стороны там аналитические стороны что-то такого то есть она может и так и так делать и так притворяться и таким и таким это все может быть по-своему интересно здесь по моему списке нету сходу не вижу была такая показательный пример я просто потом забуду и сейчас не расскажу была такая но она есть foundation db это как раз ньюисквейл база данных которые достаточно долгое время разрабатывалось ну 100 стартап что с него взять была стартапная база данных они там какой-то момент достигли каких-то потрясающих ну она тоже вот бланью скейли вы могли кивали сторону использовать и как колоночно-ориентированную чуть вообще на распределенным было и все замечательно я в нее даже тыкал палочкой немного но мне не смог воспроизвести бенчмарки которые у них были хотя у них были очень классные бенчмарки они там на каком-то кластере из нескольких машин достигали там миллиона транзакций секунду это было интересно но чем показательность примера в какой-то момент их купил apple apple их купила просто ну с корнями просто и после только выжженная земля после apple осталось потому что foundation db написали ребята нас купила apple типа и мы рады что у нас все использовали больше никаких обновлений будет все пока и все то есть все все при этом ну база она была относительно популярны люди пользовались и люди несколько расстроились то что их решение которое было production грубо говоря но больше не поддерживается никак их просто сказали типа нас купил apple я купил красный серай и все и уезжаю от вас закат я не вопрос там насколько они бы я просто не помню насколько они были open source то есть там бывают такие нюансы что они как бы open source но некоторые части ну знаете как как ингинс есть ингинс плац и как бы он плац потому что плац денег вот тоже самое тут есть нюансы но всегда действительно всегда можно форкнуться и сообщество благородно в доспехах на белых конях будет продолжать вашу деятельность но foundation db получилось обидно то есть люди реально реально расстроились но это почему собственно это пример я привожу к тому что когда вы играете какую-то новую технологию вы хотя бы ну рассчитывайте на какие-то перспективы использования то что вы будете использовать ее ну понятно что если вас какой-то проект я и моя кошка то можно выбрать все что угодно если что-то серьезно надо ну стоит даже задумываться о том что кто-то купит эту компанию вы перестанете вас еще нет возможность получать какие-то обновления и фикс по фикшенной баги и тому подобное это реальная проблема то есть не то чтобы это случай не то что случалось сейчас но это может произойти если произойдет с вами вы об этом не подумайте заранее вам будет обидно до кровавых слезок прямо foundation db так а да еще и хотел я не все здесь упоминаю ну пусть мне нет времени про все рассказать а на самом деле landscape он даже шире чем это не до не до диаграмма или ровена чего еще вы можете погугли сами и ну я вам дам какие-то поинты кому как это делать помимо вот этих 8 баз данных есть еще отдельные под подмножество скажем так первое это time series базы данных это ну такая вполне себе отдельная штука time series базы данных отдельная вещь потому у них много своих особенностей нельзя взять какую-то базу данных типа реализованную базу данных или конь касану и сказать о буду использовать ее как time series базы данных буду хранить ну time series и чаще всего какие-то метрики код системы ну например у вас есть 1000 серверов вы хотите хранить ну самое простое там утилизацию цепи у каждую минуту каждую секунду а потом встроить графики считать какие-то метрики и тому подобное или у вас есть маленькие датчики шпионы которые вы рассеяли над городом и они каждый момент ну каждый определенный промежуток времени отправлять какие-то метрики которые они измеряют и они прилетают вам по шифрованному каналу вашу прекрасную базу данных и вы тоже хотите смотреть графики и что-то делаете скорее всего но это все завязано time series и там куча своих особенностей о том как праве что такое правильный time series база данных которая может выдержать многое потому что ну если это какой-то маленький игрушечный пример можете запихнуть действительно куда угодно если это что-то серьезное там начинается множество проблем то как это правильно это сварить для того чтобы ну если захотеть обинтересоваться можете начать с блога чувака у него сложно назвать чуваком xarp это барон шварц он автор книжки high performance mysql разработчик mysql и у него там своя компания вид cortex и все такое в общем у него есть отдельные несколько кстати постов обложки про правильные там series база данных а то чем чё с ними может делать и как правильно что это год как правильно это должно было быть и он обсуждает какие существующих там series база носить для этого подходит для того чтобы использовать в продакшене если вам крайне понадобится придется столкнуться с этим стоит сначала почитать его хотя бы один пост где на объяснять какие-то проблемы какие проблемы с этими штуками есть потому что это не тривиальная вещь embedded база данных это чаще всего это похоже на key value story ну в том в том смысле которым это чаще всего подразумевают это похоже на key value story но это база данных которые не отдельно сервак у вас стоит вы там коннектитесь к нему и по connection гоняйте данные там запросы такое получаете ответ это вот она стройная в том плане что она вот вот прямо рядом с вашим приложением вы пишете там импорт то-то и пишите сайт get и все такое результаты хранятся на диске прямо там же где ваш скрипт работает типичные embedded база данных это например level db продукт компании google который они запенсорс или у себя не использует наверно ну вряд ли не используют версию которая лежит на гитхаве потому что там есть некоторые проблемы ну такие редкие которые можно наткнуться но не есть но вы тоже можете поэтому погуглить то есть не всегда все скатывается к тому что вам обязательно нужно использовать удаленный сервер но иногда вам нужны нужна база данных мне всегда она нужна бывает на сервере когда вы хотите какие-то вычисления делать данные хранить локально но при этом поднимать для этого какой-то целый сервер бывает бессмысленно и беспощадно например у нас есть сервер все сервис сервис который называется решали решали берет тарантул ну кивали у хранилища обсудим что это такое но вы себе можете представить что кивали у хранилища ключ значения насчет или просто как табуретка решали берет один большой толстый тарантул и может его по заданной функции разделения разбить на несколько шардов на есть к тарантул он просто читает гбг посключается к этому тарантул как реплика читает записи все но проигрывает snapshot и переливает его на набор других серваков все но он должен работать отказоустойчиво в плане того что если не знаю все сервере где крутится решали пропал метеорит он должен запуститься назад вспомнить где он становился на каждом то есть он может не только один разделять на несколько 11 сервак переливать несколько но и несколько в один заливать такой тоже возможна потому что какая разница так иначе он должен помнить где он остановился в репликации для каждого из этих тарантулов на какое сколько он уже от реплицировал губы я процент от реплицированного он должен упоминать чтобы заново все это не начинать каждый раз ну зачем это делать если он уже там ему последние записи надо догнать и хранить вот эту информацию где сколько он уже сделал хранить в отдельном сервере но неудобно потому что решали он поднимается один раз перелил базу перелил тарантул из одно место в другое все завершилось это бесполезно зачем это отдельный сервер это поднимать то есть каждый раз когда вы когда мы понимаем шаги нам приходилось бы отдельно поднимать какую-то базу данных и записывать эту информацию о том что он отреплицировал какой момент и когда закончил решались эту базу данных гасить и разбирать это неудобно с точки зрения эксплуатации совсем но с точки зрения заботчиков тоже не самое удобное тут как раз очень удобно использовать вот какой-нибудь беды базу данных level db которая локально это же файл системе представляет эту абстракцию которая может случила лава лд бы достаточно надежно хранить какие-то данные простые то есть айпичник грубо говоря хост порт сервера который реплицируется и lsn то есть этот отступ или процент от от реплицированного уже перелитого другие сервера ки все там очень простые данные все это удобно достаточно хранится если нужно при этом level db у него есть всякие ограничения особенно связанные с консистентностью иногда там если что-то пошло не так действительно попал метеорит level db может неправильно восстановиться потом побьются записи несмотря на то что его писали в google описали крутые чуваки он не до конца там ну там есть свои особенности вы можете воспользоваться lmdb это там прямо трушные транзакции прям все так консистентно что прям аж скулы сводится и это тоже беды база данных которые используются для лдапа для пинал дапа и то что здесь тоже не будет рассматриваться в рамках не будет время посмотреть потому ну и еще это не совсем база данных но это близко к базам данных это очереди распределенные ну и здесь чаще всего вы можете слышать такую штуку как кавка ну как писатель только только не писатель вот эту распределенную очередь сделал джейк респ он бывший работник москве помни в одно лицо конечно с коллегами больше работник лен катерина а это успешно развернули production это такая распределенную очередь который выдерживает очень большие нагрузки не такие классные бенчмарки несмотря на то что написано яви вот все с ней классные очень много умеет и очень часто используются яндексе мы или где угодно то есть куда только не пихают правда вещь хорошая они вот этот джейк респа с коллегами отпочковался от линкенды на и сделал свою компанию где нити продвигают конфликт компания называется они продвигаются кавку делаю всякие новые классные свистелки гляделки для нее вот и там есть тоже много всяких инженерных и интересных решений ну это отдаленно связано все же с миром баз данных потому что иногда вам нужна очередь но очередь базе данных это не всегда то что вам нужно например делать очередь внутри какой мускулей постгресса но чаще всего в мускуле точно считается антипаттерном не беру сказать постгресс но очередь и поверх мускуле это них от не самая хорошая идея из того что может прийти в голову особенно нагруженная очередь то есть какой-то простая там один put один get там минут в десять это файн но если там прям реально что-то нагруженное вас быстрее сложится мой сквей ну точнее не сложится у вас просто все будет настолько медленно работать что можно будет снова только плакать так сказав все это можно наконец-то переходить к основным категориям приходить к основным категориям на рационных баз данных как я уже сказал мы видели четыре основные штуки на них надо очевидно посмотреть первое это кивали у хранилища самое простое просто как я уже сказал как табуретка тут ничего чаще всего нет ничего сложного ну не то чтобы несмотря на первый буллет не то чтобы они все идут исторически от динамо дб просто динамо дб есть какие множество решений инженерных которые позаимствованы достаточно часто заимствуются теми или иными базами данных вот кстати как и вот здесь упоминание в первом буллете до динамо дб так и следующее упоминание там например бектей было и тому подобного в следующих слайдах ну и другие возможно какие-то решения которые будут упоминать чаще всего них есть какой-то research paper который посвящен на этой базе данных там будет от угла от amazon от кого угодно я крайне рекомендую его скачать и почитать ну можно картинки посмотреть там картинки тоже хорошие ребята не следят вот почему это во-первых интересно это может быть правда интерес посмотреть как какие крупных компаний оформляют такие публикации ну такие инженерно-научные публикации во вторых там есть реально интересные примеры инженерной мысли то есть как можно кит концепции алгоритмов которые придумали не знаю тоже восьмидесятые где-то использовать вот сейчас для того чтобы получить какие-то дофига супер перформат на и база данных делать очень с точки зрения можно там не все по не всегда бывает понятно то есть не гарантирует что вы все поймете но некоторые вещи их можно пересчитывать даже эти работы то есть со временем они становятся еще более интересными как не видно ну и тем более если вы соберетесь сами писать какие-то базы данных но присоединяйте команде это делать знание вот этих решений но обязательно то есть вы должны знать как это работает внутри ну и в частности например еще один по поинт в то чтобы это полезно было прочитать если вы будете работать каком стартапе скорее всего будет что-то хостить на амазоне там вы будете с динамо и если вы будете знать как он работает вам будет проще жить с этим потому что иногда можно ну я читал статьи где люди удивлялись с удивлением узнавали о том как работает динамо дб процессе того что у них что-то вот не так как они думали работал то есть как это распределение записей по кластеру из их инстансов динамо дб работала не так как они думали ну потому что они не знали просто как работает потому что то что написано документации не всегда отражает реальность к сожалению вот хвалю хранилища отходя лирическое отступление назад кивали хранилища ну яркий пример такой research paper динамо дб примеры вообще это таранту лрадис раек раек кстати очень похож на но этот раек это такой open-source динамо дб когда вы берете research paper делаете такую же базу данных только для всех это утра ик волдоморт но самое используемое это естественно будет рейдис если вы зайдете google trends погуглите то есть вы увидите на первом месте кивалифу если забьете какие-то кивали в хранилище увидишь там провели сейчас все обсуждает но мы только что видели в вопросе с software инженеров ну где-то там за ним будет раек и кто-то даже использует волдомор и конечно множество людей используют арант в россии ну правда большая часть у нас но все равно он развивается очень хорошо чаще всего ну зависит опять же от решения но чаще всего у вас есть просто какой-то все это просто какой-то большой бинарный блок у вас есть ключ чтобы это не было тоже относительно депозированный есть блок данных которые представляют значение в илью вы можете что-то лукопить по ключу искать по диапазону ключей возможно зависит от базы данных и чаще всего не можете никак интерспектировать в илью то есть для вас это про ну это серьезно баз данных и просто набор байтиков которые никак не непонятно как по ним искать некоторые базы данных предоставляют возможности конечно более глубоких тарантули вы можете строить индексы вторичные и все такое поэтому можете более сложные запросы делать ну и там еще хранили процедуры мы все это обсудим который позволяет достаточно богатый функционал реализовывать в отличие от более простых каких-то вещей ну тот же redis где но относительно он тоже появились хранили процедуры но все же родились это такой сервер структур данных то есть его изначально вот с selling point киллер фич было в том что там всякие вот эти прикольные структуры данных которые позволяют много чего реализовать с точки зрения таранту он оборотов предполагает что вы сами что-то реализуете это будет все что вы захотите вы не ограничены тем что придумал разработчик основной базы данных дальше порядке усложнений наверное идем дальше идут документно-ориентированной базы данных но тут без вопросов the one and only one это mongodb то есть вы вряд ли услышите когда вам кто-то говорит про документно-ориентированную базу данных скорее всего он имеет ввиду mongodb редко кто-то пользуется какими другими базами данных это по большей части экзотика все пользуются тем что так хорошо продается мы на следующей лекции будем обсуждать особенности маркетинговых стратегий и использование mongodb в этот раз мы просто должны упомянуть что есть документно-ориентированной базы данных есть больше чем одна но чаще всего это mongodb концепция сама модель используется но очень простая вы все представляете что такое джейсон вот документно-ориентированной базы данных это как будто вы храните джейсон на самом деле это не так потому что вы храните не джейсон но потому что это было бы вообще очень странно ну вот так это приблизительно работает ну и пример какого-то документа на mongodb но видите он действительно похож на джейсон но там расширенный характеристик все такое мы сейчас будем обсуждать так с этим мы разобрались более-менее big table like store эти эта категория опять же наверно очевидным образом big table тоже можно скачать research paper посмотреть проблема работы research paper от google а в том что вы их скачиваете начинаете читать и там есть упоминание другой инфраструктуры google а которые тоже надо скачать research paper почитать прежде чем понять зачем вообще здесь есть потому что там у них у них не принято использовать что-то что используют остальные такая вот классная компания вот поэтому сложнее в понимании того что же там происходит что-то на деле какие-то вы начинаете читать big table потом вспоминается там какие-то чаби колоссус и еще что-то гфс какой-то что происходит но в целом тоже очень интересно расширяет сознание что называется похоже на поколоночные базы данных но есть особенности которые мы сейчас обсудим big table like базы данных их еще можно назвать column family базы данных то есть это не колоночно-ориентированные а column family ориентированные базы данных если так кто-то вообще может выражаться вряд ли так вот где-то услышите это я только что придумал по сути не они особенные в чем они особенные это пускай видно по картинке вы все равно несмотря на то что она там big table like и колоночно column family ориент это вы все равно храните строки по сути говоря то есть но у вас есть строка но но это такое многомерное отображение потому что у вас есть ключ который но утро айди праймерики что угодно ровая вот здесь например на здесь лучше показывать на картинке то руки это первая как бы часть ключа для того чтобы минимальное значение которое можете получить это значение в какой-то колонке вот у вас есть для того чтобы собственно к нему обратиться вы должны сначала это многомерная структура сначала должны указать вот уроки потом вы указываете column family а потом вы указываете колонку то есть в чем point в том что у вас есть ограниченное количество column family ну не знаю column family это как будто бы таблица а колонок внутри column family может быть безграничное количество ну теоретически конечно то есть как здесь на примере вот здесь есть column family заказов и каждый заказ это отдельная колонка и в нем внутри х хранится как внутри хранятся какие-то данные вас могут может быть была быть один колонка там ордер ну одер 1004 двоеточие юзернейм и там было бы в этой колонке имя пользователя для этого заказа вы могли так это сделать ну короче колонок может быть сколько угодно но все это в чем особенно я сейчас объясню что и есть здесь место где может возникнуть взаимое непонимание потому что вы можете прочитать про всякие базы данных типа их бей за кассандрой и тому подобное там будет статья будет написано что это column oriented или поколоночные базы данных но это не совсем так потому что когда люди говорят о колоночно ориентированных базы данных поназумевают немножко другое называют такую штуку типа друида у нас не такую известную больше известно наверное вы слышали тоже про кликаус яндексовский вот это column oriented базы данных что такое column oriented базы данных вы берете всеми нами любимую привычную модель революционную но теперь хранить данные не по строкам то есть вас ну возможно видели как мускуль постгресс хранит данные ну грубо говоря большое количество строк хранится в одном файлике но здесь прям грубо это переводить в column oriented базы данных вы берете ну вот всю базу данных берете одну строку большую вот всю данную например все возраста пользователей запихиваете в отдельный файл и собственно для каждого у вас данные хранятся не построчно а по колоночно поэтому это колоночно речерная база данных как не удивительно в чем point и зачем это нужно в данном случае я сейчас перейду соответственно в column family чем отличается в чем point column oriented базы данных в том что ну тут всегда трендов связанный с сиками по диску то есть со скоростью чтения из диска для многих нагрузок для многих нагрузок для многих из кейсов важнее быть чаще всего читаете не целиком строки какое-то на большое количество строк а вы читаете только какой-то один атрибут строки для многих значит для аналитических запрос найти средний возраст пользователя вот например вам не нужно имя пользователя фамилия но так или иначе в обычной революционной модели вам бы пришлось прочитать скорее всего все эти строки взять оттуда возраст и найти средние но это все равно пришлось без диска все это прочитать целиком всю строку а тут у вас в column oriented базы данных вы взяли один файлик целиком прочитали грубо сложили поделили ну все вы получили ответ это будет ну гораздо быстрее чем для построчной базы данных собственно да а вот дать возможность что-то большее засовывать в кей валю например тот же самый кей валю и там получится та же самая биг тейбл как я понимаю верно? смотрите биг тейбл это такая как бы описать это в некотором смысле революционная база данных просто там есть materialized view который вот column family вы можете думать о них как materialized view в своеобразных не знаю отвечает приятно это отвечает на ваш вопрос такой нет вы можете хранить кортежка вы можете внутри кортежа хранить кортеж но вам тогда нужно вырезать свой велосипед о том как это здесь реализовывать и сервизовывать то есть естественно вы можете и внутри реализационной базы данных сделать все что угодно но тогда вы просто не пишите свою базу данных поверх другое так у вас есть готовное решение которое обладает какими-то особенностями я сейчас хотел как раз прийти к тому что вот есть я сказал это вот эти базы данных они не column oriented они вот биг тейбл лайк потому что тут не каждая колонка хранится в отдельном файле охраняться column family в отдельных файлах и поэтому для для этих баз данных запрос аналитические вот такие вычислить средний возраст они работать было чуть хуже но но зато запросы типа обычные для обычных нагрузок там ставить что-то почитать или найти не только возраст но вы знаете что с этим возрастом нужно будет еще что-то забрать там внутри дико он поймали имя фамилию там что угодно например найти средний возраст среди российских пользователей у вас есть к вам фэм или где в одном к вам фэм ли из колонка с возрастом и с гео вы знаете что он все равно это вместе придется считать для таких нагрузок лучше подходит вот такие базы данных но это не кала на этот базы данных и стоит различать их потому что действительно многие люди это не ну не понимают что есть между ними разница я тоже собственно дня времени и не думал не не знал этого чух этой нагрузки которые я говорю сказал что на разных типов нагрузок есть разных типов нагрузок есть разные базы данных разное решение нагрузки имеют название потому что говорит что один тип нагрузок и тип нагрузок номер два на базу данных это не очень удобно поэтому есть специальные названия так только мне на самого исполнить первое это так я смогу да отлично ултп и улап ну как бы два типа нагрузок типичных которые типичных из кейса вас есть и ултп баз ултп нагрузки этого онлайн тандакт транзакшн процессинг то есть обработка запросов грубо говоря ну обычно эти текущие обычно текущие запросы там insert и апдейты все такое магазин грубо говоря от магазины это типичное что-то ултп вас есть какой-то набор транзакции там купить и занести новые товары и подобрать нового пользователя создать и само подобное это все ултп нагрузки такие то есть это короткие запросы которым нужно целиком скорее всего несколько строк выбирать не так много не нужно серчить всю базу данных для этого и такие и нужна строка целиком есть улап нагрузки онлайн analytical processing тут вы скорее всего серчите или сканите всю базу данных вам не нужна вся строка нужно какой-то отдельные property объекта которые там хранится и вам нужно считать какие-то агрегаты внутри этого или ну какую делать какую-то аналитику это запросы тяжелые большие затягивают до всю базу данных но не ну там не нужна вся информация которая вот нужна для ултп нагрузок собственно говоря колонаренты базы данных они больше заточены под улап нагрузки то есть вы какую-то аналитику там считаете и вас все хорошо вас все многие множество аналитических запросов ускоряет за счет того что вот колонки так по файлу храните из диска это очень удобно читайте делать какие-то агрегации бла-бла-бла колонн фэмили или big table like базы данных они скорее то есть они в меньшей степени но это такой трейдов меньшей степени ориентированного лап потому что не колонки отдельно хранятся к вам прям или отдельно хранятся но можно но они не так прогибаются под лтп нагрузками то есть как в колонаренты базы данных которые на лап заточены как в них данные попадают они не по одной записи вставляются они обычно группируются в какие-то большие куски прям куском загоняются потому что так это база данных еще может и приварить а большую нагрузку какие-то рпс и нормальные там один к рпс и тому подобное это тяжеловато таким базам данных аналитическим переваривать тяжеловато поэтому небольшими кусками просто загоняют колон фэмили база данных они как раз такая вот попытка соединить вот эти вот объять необъятное чтобы она аналитические запросы быстро работали и при этом можно было какие-то лтп нагрузки туда давать но поэтому неудивительно что это нужно компаниями типа гугла не хотят чтобы и так и так хорошо работала ну есть вот each base и собственно ну и гипертей был в некотором смысле это как раз такие кальки с бектей был то есть там взяли губы и search paper пытались сделать то же самое но each base вот бектей был это такая вот каун каун фэмили база данных которые строятся поверх gfs распределенная система внутри гугла out each base это каун фэмили база данных которые строятся поверх и hdfs это файловая система распределенная 3 хадупа собственно вот основной вывод который из этого длинного рассказываем сделать что есть такие колоночные базы данных есть два типа каун фэмили ориент это и каун ориент это и они дают разные трейдов и когда вы их используете и стоит знать о том что хотя бы вообще не отличаются что есть разные трендов трейдов и тот момент когда он нужно действительно будет развязать хотя бы вспомнить что есть различия и что вы когда используешь ту или иную то или иное решение вы выбираете те или иные особенности которые идут вместе с ней не стоит удивляться почему вы поставили там кассандру и почему-то аналитические запросы которые надо перелопатить весь кластер работают не так хорошо как если бы click house поставили дуэд или еще что-нибудь типа этого и почему вы поставили click house и начали шпарить в него там не знаю несколько к рпс транзакций учет он как-то медленно работает ну потому что он не работал не для этого нужен вот последний тип который остался это граф вы базарах но не поменьше все будем говорить о ней ну на мой взгляд возможно не просто не до конца просвещенный скорее всего не так достаточно экзотичная штука и не так часто используется из кейсы все же специфично часто выделяют вот отдельную такую категорию ну это собственно пример с матрицы это прям вот взят из презентации самый популярный представитель от него фуджи первый будет ну тут понятно грозу графовую база данных для того чтобы хранить какие-то вот сложно связанные структуры что такой граф вы должны представлять у вас должны были соответствующие курсы быть я уверен что вы ну и без даже без курса может представить что такое граф какие use case и почему я считаю что это экзотично например используются для систем при помощи принятия решений например для медицинском направлении есть врач у него у него ограниченная память и все такое есть база данных которые вы запихиваете все болезни и все связи между ними эта болезнь не вызывается у него есть такие симптомы вызывается эти может сопровождаться этим но если вы все это это все вот граф боли заболевания и связи между ними но он хорошо предположиться вот на эту модель вот эти связи хорошо ложатся на граф на графа и представление соответственно врачу помимо своих знаний можно еще воспользоваться каким-то интерфейсом удобным относительно графа и база данных где он вводит какие-то набор симптомов или на протвольт какую-то болезнь и получает быстро какой-то связанный ответ на тему что можно как ограничивает пространство решений для врача или наоборот какие-то опции которые он не мог вспомнить но потому что не знаю достаток опыта или плохой день или ограниченные человеческие возможности реально для этого вот я читал статьи используются не у фуджи например которые самые яркие могу воспроизвести особенности которые связаны там будет отдельный блок ближе концу лекции связанные с особенностями данной конкретной базы данных мы посмотрим там есть нюансы использования которые вы в том числе должны знать дальше дальше несмотря на то что мы так классно говорим о отдельных отдельных типов баз нереализационных баз данных у них есть какие-то теоретические но поскольку я сказал что это обзорная лекция тут не было бы разговора полным без теоретических концептов которые в них лежат но в частности ну самое популярное из того что из того что вы должны знать хотя бы когда вы как архитектор будущие и тому подобное принимаете решение о том что что-то использовать вы вдруг сделаете свой стартап а поскольку вы делаете свой стартап и сразу становитесь сити о поскольку вы программист и тут вам нужно принимать решение о том как как выбирать между вот этими базами данных на основе каких критериев и тут вы вдруг услышали про капте кто вообще слышал про капте ему что-нибудь один человек два три больше кто больше в общем я понял наверно даже хорошо это такое особенно недавно сейчас уже как-то вроде бы как-то так спала вот это ажиотаж но все базы данных на сквель на которые появлялись которые должны работать какой-то распределенной среде пытались вот мерить запихнуть в рамки капте и мы сейчас обсудим что это такое обсудим что с ней не так и как к этому лучше стоит всего подходить но для этого должна быть это их это очень важное знание потому что до сих пор вы в презентациях которые можете видеть документации которые вы можете читать к популярным продуктом будь то начиная уже стертая к сожалению кавка монга дыбы там тарантули там кости осипов он тоже на старых презентация говорит документацию по моему тоже есть что такое где угодно вроде силы вполне в кассандре точно можете найти обсуждение вот особенностей фич этой базы данных терминах капте аримы то что наша база данных с точки зрения капте арима такое то вы должны знать как правильно к этому относиться что такое капте арима и должны знать ну где можно тыкать пальцем и смеяться людей что вы не понимаете что такое капте аримы как она работает вы должны знать где можно где можно так на людей потыкать вот прежде чем рассказать сформулировать саму капте ариму очень штука достаточно простая зависимо с формировки стоит достаточно длинная преамбула к сожалению потому что там очень много всяких страшных слов не очень страшных слов которые надо знать начнем с того что она формулируется для асинхронно работающей системы но вы я думаю что не стоит особенно сильно комментировать разницу между синхронным и синхронным синхронным вы отправляете запросы вы ждете асинхронное вы отправляете не ждете его и соответственно сообщение может и ответ может приходить респонс бесконечно долгое количество времени вы можете его ждать но он когда-нибудь придет терема формулируется для распределенной системы которые в которой собственно и общение происходит в асинхронном режиме распределенная система чаще всего и в данном случае подразумевается несколько узлов которые общаются с друг другом по сети вот таким вот асинхронным способом для этой системы подразумеваются следующие качества которые она который она может соблюдать которые для нее характерны первое это консистентность 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 как ее чаще всего формулируют для этих нужд а устно на словах означает то что все узлы распределенной системы видят одни и те же данные в каждый момент времени то есть если в одном узле написано что у вас из возраст 42 то он другом узле у тоже будет написано что у вас его за 42 если кто-то поменяет возраст то узлы магическим образом синхронизируется везде ставил возраст например 43 нет ник нет не консистентных данных нет системы хотя мы сейчас обсудим что тут несколько будет сложное определение консистентности есть понятие доступности в частности в рамках каптере мы доступность означает что любой не упавший узел но он фейлинг not в терминах теорема не работающий узел дает ответ на запрос но он отвечает на запрос не ошибкой вам как теорема должен начать не ошибкой при этом там даже нету вам как теоремы нету ограничений накладываем их на время ответа то есть принципе может отвечать бесконечно вот и и остается part Hilfe intolerance под их удаля пицца это значит это свойство нечувствительность ну�ole радость учитывательность к разделению сети означает что кристи произошло разделение сети ваша система продолжает работать но приблизительно вот это означает что означает нечувствительность к разделению сети что такое разделение сети вообще есть сети у вас есть n узлов вашей системе и бац порвалось сеть у вас было пять узлов и между тремя из них и двумя из них сообщение больше не проходит ну вот не знаю кабель там сетевой порезали что угодно произошло switch сломался так или иначе у вас появилось два отдельных сетевых острова которые не могут общаться между между собой внутри этого внутри этого партишна не могут общаться вот эти три сервера вот эти два между собой через границу разделения сети и общаться не могут собственно вот когда такое происходит система должна продолжать работать они просто останавливаются и ничего не делать когда она как бы талерирует разделение сети сама кап теорема появилась достаточно давно это было не кап теорема а кап конжекчер то есть это была недоказанная вещь и она была сформирована другими людьми товарищем брювером если не ошибаюсь сформулирована не для как не совсем ли компьютер сайенс вообще для инженерных каких-то необходимостей потом впоследствии ее сделали теоремой гильберта линч они типа доказали ну в рамках их определения они доказали это стало как теоремой а потом ее начали пихать куда ни попадя для того чтобы говорить о каких-то частности на сквельных базы данных распределенных решений сам нибудь из между собой и говорить как они взаимодействуют другом рамку как теорем кап теоремы что нас с собой подразумевает кап теорема потому что распределенной системе где происходит исходное общение по сети из трех свойств в консистентность доступность partition tolerance могут заполняться только два все ну как бы самом простом варианте грубым озвучение теоремы есть в системе три свойства вы можете только выбрать два из трех вот вы выбираете либо консистентность ну вот согласно этому треугольнику выбираете какую-то пару вы не можете выбрать все три при условии того что у вас распределена система происходит синхронное общение консистентность есть особенности связанные с тем какая консистенция подразумевается и возможно разделение сети первое о чем ну не первое я в любом порядке буду начинать про особенности работы сначала обращу внимание на картинку вот на картинке неизвестным художником изображено взаимоотношение баз данных от зависимости от в приложении кап теореме то есть как они располагаются например согласно вот этому вот данной классификации монг дб ну и собственно могу в документации так написано что на cp база дано то есть она в рамках вот этого трейдов и соблюдает консистентность и partition tolerance но она не будет доступна то есть она постарается сохранить консистентность данных не то чтобы у вас и не стал возраст 43 в одном месте в одном ноге а другом 42 но так она не будет делать зато она возможно не будет доступна то есть вы ответ вы получите ошибку когда попытайтесь спросить какой-то нот который находится в меньшинстве традиционный баз данных тоже можно если притоним за уши запихнуть в рамки капте ремы и так далее мы сейчас еще вернемся к этой картинке до касательство ну такое опять же грубое для капте ремы тоже есть и не сложно придумать если не произошло разделение сети то ваша распределённая система она консистентна и доступна по определению но вы соблюдали два свойства кассетность доступности его собственно картинка слева но поскольку не было разделение сети то как бы ваша система не толерантных раздвину сети собственно и быстро таким образом осуществляйте два свойства. Если произошло разделение сети, ваша система прежним работает, то, соответственно, буковка P уже сплена, остается буковки C и A, то есть консистентность и доступность. Вот у вас три узла, остался два слева и один справа. На всех какой-то объект V0. И какой-то пользователь, приходит клиент, хочет обновить V0 до V1. И тут есть, собственно, два основных сценария. Либо система говорит ему ОК, и он попадает в какую-то из частей и обновляет только там. Например, он слева на двух серверах обновил, они сохранизировались. А поскольку сообщение не ходит, у нас же partition произошел, то нот справа об этом ничего не знает, и вы получаете неконсистентно. Слева получается V1, а справа V0. Неконсистентные данные. В следующий раз клиент придет к другому серверу и прочитает старые данные. Неконсистентно. С другой стороны, приходит клиент, хочет обновить V0 до V1. Вы можете ему сказать, прости, чувак, у нас тут технические неполадки. У нас обед. И как бы приходите позже. В таких случаях у вас все очень консистентно, потому что вы ничего не поменяли. Но вы ничего не поменяли, зато у вас, к сожалению, недоступно стало, потому что у вас пришел клиент на нонфрейлинг, то есть он работающий ноду, а вы ему сказали это пока. Вот. Это все такое самое простое доказательство. Еще раз объясню, чем отличается устойчивость к разрыву сети и верхнюю, ну, доступность. Чем отличается устойчивость к разделению сети и доступность. Доступность в формулировке заключается в том, что любой неупавший нод дает вам респонс какой-то, не ошибку. А толерантность к разделению сети означает, что, несмотря на то, что между двумя частями системы перестали ходить сетевые сообщения, ваша система вообще работает как целая. Как целая функционирует. Получается, если произошло разделение, и мы говорим, что мы сейчас техническими причинами не можем, получается, она недоступна? Вы в рамках разделения сети можете оставаться доступными, ну, потому что у вас просто разделение сети, вот, узлы на двух частях могут друг с другом не взаимодействовать. Но клиент приходит на один из узлов, и тот ему дает какую-то информацию. Дай мне, ну, кого-нибудь в рамках Amazon, да покажи мне мою корзину. Он вам показывает корзину. Она может быть старая, потому что ваша актуальная версия корзины оказалась на другом стороне разделения сети. Но если вы не толеранты к разделению сети, вы приходите в Amazon, он вам говорит, 500. Все. Любой запрос, вообще весь Amazon не работает. Не то, что ваша корзина старая, или вы, там, нет предмета, которые вы туда добавили, а вообще ничего не работает. То есть система недоступна в плане того, что, то есть система может быть недоступной при этом. Это вы пришли, отправились в запрос к Amazon, бац, вам в одном случае показал 500, а в другом случае он вам показал все-таки что-то. То есть она вам дает какие-то ответы. Сейчас, сейчас я придумаю. Пытаюсь ответить до конца на этот вопрос. Даже после разрыва вы можете читать что-то. То есть если ваша система толерирует разделение сети, вы можете после, собственно, партишнер продолжать общаться с системой. Она работает дальше, и ничего не произошло. В этом, собственно, основная фишка. В рамках, например, какие системы нечувствительны к разделению сети, наверное, так проще ответить. Например, реализационные базы данных, ну, собственно, как вот на этом треугольчике нарисовано, реализационные базы данных плохо приносят, ну, они на кластере плохо масштабируются, но они разделение сети достаточно плохо переносят. Типа, они перестают принимать какие-то запросы, и все, как база данных. Потому что, ну, вы, она не знает, что с этим делать. А база данных сейчас реализационная, она рассчитана на то, что все будет очень консистентно. Она не умеет, не умеет, не умеет разделение сети. Она просто не будет, не работает так. Тяжеловато, сейчас мы будем дальше разбираться. Я объясню, что это нормально, что у вас возникают вопросы, почему это так. Окей, давайте продолжать. Мы остановились на каптеореме. Давайте еще… мы освежились немного и вспомним. Еще раз пролетерируюсь по определению. Каптеорема говорит нам о том, что распределенной классной системе, где сообщение между узлами происходит в асинхронном режиме, из трех свойств, консистенция, доступность, partition, tolerance, можно выбрать только два из трех. Только два из трех будут выполняться. Если у вас стоит делать нюанс, то я застрою на это внимание, что у вас система становится синхронной, и вы ждете каждого узла, ждет ответа от другого, то вы можете все три выполнять. Это один из нюансов. То есть поголовное применение этой теоремы для того, чтобы оценивать те или иные распределенные решения, в частности базы данных, привело к тому, что… точнее, использование привело к тому, что вот эти термины… все начали забывать о том, что каптеорема, она как бы… в ней зашиты некоторые термины, которые не подходят для всех баз данных, в частности. Определение доступности, которое есть в теореме, типа доступность – это когда любой non-failing node отвечает на запрос. Вы можете сделать базу данных, которая всегда 200 отвечает, ну, по HTTP или, там, не знаю, пустое, что-то пустую строку отвечает. В любом случае она попадает под действие… ну, в тривиальном случае попадает под действие каптеорема. Она всегда очень доступна. Там в условии, как бы, определения доступности не написано, что она что-то правильно должна возвращать. А почему это не сделано? Потому что так удобно с математической точки зрения доказывать, потому что там надо было… там ввели какой-то математический аппарат, ну, более-менее, и доказывали. Нужно было доказать теорему. И удобно это делать, когда вот такое определение доступности. Удобно это делать, когда там есть такое определение консистентности. Консистентность, даже тут можно сделать интересный поинт о том, что вот есть CAP-теорема, а есть ACID, который вы уже должны знать, помнить хорошо, что такое ACID. И как бы у людей, которые не углублялись в вопрос, возникает мысль о том, что, о боже, буковка А и буковка А здесь. Наверное, но некоторые в худшем случае полагают, что А здесь и А здесь это то же самое. То есть те, кто забыл, что то есть надпись, ну это очевидно неверно. Но можно еще, если вы знаете и то, и то сокращение, программист любит аббревиатуру, Вы планируете подумать, о, здесь консистентность, и здесь консистентность. Значит, я могу использовать CAP-теорема для того, чтобы судить о реализационных базах данных. Но есть нюанс. Консистентности здесь вообще разные сильно, потому что они используют разные модели консистентности. Когда вы думаете о консистентности, у вас приходит фразу в голову, наверное, какое-нибудь определение, которое даже я процитировал, потому что самое простое, что чаще всего люди приходят. То есть консистентность – это когда все узлы или все воркеры или кто угодно видят одни и те же данные. На самом деле консистентность – это не какое-то, это не бинарное какое-то свойство, консистентно или неконсистентно. Консистентно – это такое continuous свойство, то есть оно, там есть широкий спектр моделей консистентности. Что такое модель консистентности? Модель консистентности – это некоторый набор правил, набор гарантий, который говорит о том, какие значения может вернуть распределенная система в ответ на запрос, если до этого запроса были такие-то запросы и они делали то-то. В частности, Капти Рема мыслит в рамках модели консистентности, которая называется linearizable, то есть линеаризуемая консистентность. Что это означает? Это одна из самых строгих моделей консистентности, которая делает вид, что вы работаете не с распределенной базой данных, а как будто у вас один регистр, ну, грубо говоря, вот одно единое хранилище, где хранятся данные, несмотря на то, что она может быть распределена на разных дисках в системе, такое впечатление, как будто вы отправили запрос, и он выполнился. И они все так, несмотря на то, что они конкурентные, запросы, запрос происходит, эффект от запроса происходит между тем моментом, как вы его отправили и тем моментом, как он вернулся вам ответ, о том, что он произошел. В других моделях консистентность, ну, как бы это звучит очевидно, когда еще может происходить запрос, как не между тем, когда его отправили, когда он произошел. То есть, что за глупость? Но на самом деле моделей консистентности много, в частности, здесь, в ACID, консистентность, она не линейализуемая. Здесь говорится про более слабую модель. Другую модель консистентности, которую называют, ну, serializable, в частности. Это другая модель консистентности. В рамках этой модели запросы могут происходить после, например, после того, как вы их отправили. С логической точки зрения того, как их перераспределить система и с точки зрения, к какой они приходили. Они могут, ну, с точки зрения реального времени, они могут происходить после того, как вы их отправили, до того, как вы их отправили в базу данных. То есть она может их перетасовывать как угодно. То есть если вы возьмете какой-то консистентный вид того, как конкретные запросы происходили, окажется, что вы его отправили вот в этот момент, а он произошел вот здесь. С точки зрения реального времени он почему-то сместился. А не в тот момент, когда он вернулся, ответ все окей. Например, когда такое может произойти, например, вы загружаете видео на YouTube. А его надо перекодировать потом, что-то с ним сделать. Вы загрузили его, вам тут же возвращается страничка с этим видео. Вы не можете его посмотреть, потому что оно еще не процессилось. Оно на самом деле положилось в очередь, которое потом в очереди какие-то воркеры обработают, видео перекодируют, и у вас видео будет доступно на YouTube для просмотра. Но на ваш ответ, на ваш запрос положить что-то в базу данных, которая называется YouTube, вам вернулся ответ, окей, но эффект от этого запроса произойдет только через час или через два, в зависимости, такое видео произошло. Очевидно, что это не реализуемая система, потому что не то, что вы сделали запрос, загрузили видео, все, вот оно доступно для просмотра. Нет, это не реализуемо, это уже серолазе был, потому что вон там где-то там, зависит от того, как система перераспределила запроса, он будет где-то там позже. Но они будут в каком-то определенном порядке, в частности порядке, который несет за собой очередь. То есть в каком порядке в очередь они положились, не может быть такого, например, еще один пример с Facebook, вы пишете комментарий, кто-то отвечает на ваши комментарии, вы потом еще пишете, они могут, эти комментарии не у всех пользователей она временно появится. То есть я смотрю в России, там вот это вот какое-то обсуждение фейсбучное, комментарий один появился, а чувак в Америке видит больше комментариев, потому что, ну, к нему, тот, кто комментировал, к нему ближе вот эта база данных локальная, он видит эти обновления, а я еще нет, потому что они между материками не синхронизировались, например. Но они появятся у меня на страничке со временем, и они появятся, не будет такого, что появится ответ на комментарий, которого еще нету, потому что они будут в том порядке, в котором приходили появляться. Это не линерализуемая модель консистентности, то есть это не линерализуемая, я не могу сказать это слово, давайте просто вы будете говорить его у себя в голове за меня. Вот, не линерализуемая система, но она, например, в том случае сериализуемая, сериализуемая, это работает, то есть эффект от запроса происходит не в тот момент, как между тем, как вы запросили и получили ответ, а когда-нибудь там, потом. Ну, система, но у вас какой-то консистентный вид из системы есть. И когда база данных, ну, и создатель базы данных выбирает ту или иную модель консистентности, почему нельзя выбрать самую крутую, там, все будут стронг, ну, есть самая высокая, самая верхняя модель, по-моему, называется стронг сериалайзабу. Почему вы сразу всегда ее не выбираете? Потому что для того, чтобы, чем строже консистентность, тем больше нужно делать приседаний и свистелок для того, чтобы ее соблюсти. Повесить там симафорум, утексы, проверить, что здесь то-то, здесь то-то, что-то конкурентно не обновляется. Это будет работать медленнее, зато это будет дофига консистентно. С другой стороны, вы можете выбрать, ну, считается таким, хотя там еще много других неконсистентных моделей, но считается, ну, в рамках базы данных одним из самых распространенных неконсистентных моделей, это eventual консистенности. Она подразумевает то, что со временем, если вашу распространенную систему или базу данных остановить апдейты и несерты, то она станет консистентной. То есть какой бы узел вы не запросили данные, он всегда будет возвращать одни и те же. Но вот если есть апдейты и несерты, может сложить такая ситуация, что вы запросили один узел, там, у Васи был 43, а другой 42. Но eventually, то есть когда-нибудь, они синхронизируются. Все будет классно в этом мире. Но зато это работает гораздо быстрее, чем строгая консистентность. Вот. К чему весь этот рассказ? Это весь рассказ к тому, что в каптеорему зашита линерализуемость. То есть то, что как будто все работают с большим регистром, с таким вот классным регистром, который отправили запрос, получили ответ, и эффект произошел вот прямо между этими двумя временными событиями. Но не все базы данных на самом деле реализуют это, не реализуют такую модель консистентности. В частности, судить о реализационных базах данных с точки зрения каптеорема глупо хотя бы потому, что, ну, во-первых, мы говорим о распределенных системах. Зачем нам распределенная система, которая не выполняет пункт P, то есть partition tolerance? Ну, зачем нам система, которая не работает при разделении сети? Вы можете сказать, ну, разделение сети — это нечастая вещь. Но вы будете не правы, потому что разделение сети — это чертовски частая вещь. То есть это бывает, ну, типичное заблуждение, надеюсь, вы можете его, я, может, я сказал, может, вы его не разделяете, и так уже все знаете. А если разделяете, то забудьте об этом. Разделение сети — это очень частая вещь. Вы можете найти бесконечное количество жалоб, и есть даже один сборник этих жалоб о разделении сети, который вы думаете, можете подумать, что ну, хотя бы в рамках одного дата-центра или в рамках одной сети это бывает редко. Нет, это бывает регулярно в любых сетях несколько раз в месяц, неделю. Это абсолютно нормальная ситуация, когда у вас сеть не работает. Ну, какие-то части ее друг друга не видят. Это нормально. Для того, чтобы вот развеять этот миф среди разработчиков, даже собрались некоторые люди, вот как раз, собрали жалобы пользователей Амазона. Получается, что там раз в неделю у кого-то что-то ломается именно в рамках того, что происходит разделение сети. И закладываться на систему, ну, кроме некоторых случаев, закладываться на систему, которая в своих предположениях исходит из того, что на базу данных, которая исходит из того, что разделение сети редки или никогда не случаются, не совсем логично. То есть вы приходите на презентацию, не знаю, вряд ли на хайлоуд вы где-то такое-то увидите, но, допустим, гипотетический хайлоуд курильщика, вы приходите туда, и там презентация базы данных, который говорит, ну вот, мы считаем, что разделение сети это редко и невозможно. И вы так встаете и уходите. Ну, потому что, ну, это неразумное, потому что вы, типа, опытный инженер, и знаете, что это неразумное предположение. Так не бывает, это очень часто. И сходить из таких предположений глупо, если только нет какого-то заранее, вот, если у вас, вы знаете, что у вас всегда одна тачка, и никогда данные из нее не вылезут, тогда да, действительно, в рамках одной машины разделение сети достаточно тяжело реализуемо. Вот. Это, уже с этой точки зрения, в рамках кап-теорема сложно судить о реализационных базах данных, но и также сложно и судить, потому что эти реализационные базы данных, они работают в рамках ACID, у них другая модель консистентности, и применять к ним кап-теорему, несколько странно. То есть кап-теорема доказана, доказана для модели одной консистентности, а вы говорите про базы данных, которые используют другую, более слабую модель консистентности. Это нелогично и неправильно. То есть вы, ну, не можете применять одно к другому. То есть это яблоки с апельсинами сравнивать, получается. Еще какие, ну да. Сама вот эта категория CA баз данных, она очень непонятна, и кому она нужна в распределенной системе, не очень ясно. Не очень понятна доступность в таком варианте, который у нас сформулирован, потому что она тривиально реализует системы, которая всегда отвечает окей. Консистентность, она достаточно специфична, не все базы данных реализуют такую систентность, и не хотят ее реализовывать. Короче говоря, суждение о тех или иных распределенных системах базах данных в рамках КАП-теорема возможно, допустимо. Это, ну, так получилось, что это стало каким-то общим, таким вот, общей Тулзой, которая сравнивает базы данных, но вы должны мотивательному к этому относиться и знать, что, например, если вам говорят, что ваша, как это, база данных, что она CA в рамках КАП-теорема, вы должны задуматься, что, чувак, возможно, ну, не очень понимает, что КАП-теорема, ну, то есть кому нужна CA база данных, что это такое, что это вообще такое, что он имеет в виду, у вас невозможное разделение сети, а как это так вообще на свете, такое бывает. Кто-то вам говорит, что у них там АП-база данных в рамках КАП-теорема, то есть она доступная и в разделении сети, в случае разделения сети работает, и вы должны, что человек имеет в виду под доступностью, потому что, когда разработчик, база данных говорит, что моя база данных доступна, он может иметь в виду вообще что-то, какого-то своего, единорогу розу которого невидимо он придумал под доступностью которую он имеет ввиду это серьезно может быть совсем другая вещь поэтому возможно допустимо сравнивать на стоит относиться к этому с аккуратностью и собственно весь point этого разговора о том что предостеречь вас от активного использования вот этого этого майнсета для сравнения каких-то распределенных решений вы можете думать о сравнивании базы данных с точки зрения трейдов которые они вам предлагают с точки зрения доступности с точки зрения консистентности вы можете говорить что это база данных высокодоступная можете сказать что это высококонсистентное решение вы можете сравнивать их с точки говорить что если кому-то кто-то коллега ваш привык так вы можете точки зрения каптере мы их сравнивать но это делать аккуратно и не полагаться над и особенно не стоит полагаться на документацию к базе данных где написано вот так-то и так носительной каптиаремой, потому что даже создатели баз данных, даже в своей документации могут написать какую-то страшную неправду, мягко говоря. Ну, например, что я имею в виду, когда я говорю про высокодоступные базы данных? Например, DynamoDB, которая амазоновская. Это, она закладывалась, разрабатывалась с точки зрения высокой доступности, но, как бы, там тоже в Research Paper, по-моему, даже есть ссылки на каптиарему, и там, можно сказать, что это АП базы данных. Но там, как ни удивительно, почему-то амазон реализовал базу данных, не которая просто пустой строкой отвечает на запросы в случае разделения сети, и она не в этом смысле доступна. Она доступна в том, что она будет делать все, что угодно для того, чтобы вернуть какие-то данные. Потому что, ну, Амазона, почему там такое решение, почему DynamoDB, амазоновская, она высокодоступна, а не высококонсистентна. Потому что, ну, казалось бы, вы серфите Амазон, покупаете там книжки, не знаю, корм для котика, что угодно, что на Амазоне только не придают. Вы кладете в корзину, и хотите, чтобы ваша корзина была консистентной, и все такое, и вас это важно. Но на самом деле для Амазона не так важно, чтобы ваша корзина была консистентной. Вы можете, вы вспомните, если что-то пошло не так, вы вспомните товар, который там нет в корзине по какой-то причине, передобавите его еще раз, еще что-то, вы перепроверитесь равно, там сначала чек идет перед тем, как вы оформляете транзакцию, вы перепроверите свою корзину, все такое. Для Амазона важно, чтобы если упал метеорит, отскочил и попал в другой дата-центр Амазона, и сразу там, не знаю, в нескольких материках, притом, прискочил метеорит через океан. Даже в этом случае, если все горит, и вокруг Апокалипсис, и вы в огне, вы могли зайти на строчку Амазона и купить что-нибудь еще. То есть даже в этих условиях должна быть возможность, потому что они так получают деньги. Не важно, что в вашей корзине там вдруг оказался Майнкампф, не важно. Главное, что, может, вы и за него заплатите еще, они не будут против. Но зато она высокодоступная, она целиком, вот эта база данных, которая идеально подходит под, то есть она идеально выполняет бизнес-кейс, который у нее закладывался. Амазона задача продавать что-то, она это делает. Другие базы, то есть для хранения каких-то важных данных, не знаю, изменений, каких-то финансовых показателей, естественно, возможно, использовать Амазон не очень, ну, а Динамо ДБ не очень хорошо. Наверное, что-то более консистентное нужно, потому что вы хотите хранить деньги, клиентов и тому подобное, вы хотите хранить наиболее надежно. Поэтому в банках для вашего счета, какого угодно, вряд ли будут использовать Динамо ДБ или Кассандру. Скорее, там будут использовать старый добрый постгресс, Oracle или MySQL, настроенный при этом на высокий уровень изоляции транзакций. Кстати, между моделями консистентностями и изоляциями транзакций есть, ну, это очень похожие между собой концепции. Они немного теоретически отличаются, но в некотором смысле изоляции транзакций и модели консистентности, они очень похожи. Ну, там даже есть названия перекликающиеся, похожие. Ну, например, тот же Serializable, то есть Serializable Consistency и Serializable Изоляция Транзакций, они похожи, но транзакции, модели изоляции транзакций, они про транзакции, то есть про то, что несколько действий происходит одновременно, а модель консистентности про то, что происходит действие над одним объектом, над одной какой-то строкой изменяется. Но в целом это похожая теоретическая концепция, но разница есть. Так, дальше. Дальше про... Постараюсь успеть рассказать про консистентность. Ну, я сказал, что консистентность — это не то свойство, это не какое-то бинарное свойство, бывает разно много консистентностей, и когда вы берете то или иное SQL-ное решение, базу данных, вам важно знать и важно прочитать документацию, что конкретно данное решение гарантирует, при каких настройках оно это делает. Мы отдельно еще об этом поговорим, потому что некоторые базы данных при разных настройках гарантируют разные уровни консистентности. То есть обычно в документации есть типа consistency guarantees, отдельная глава, где обсуждается... Там как раз и Каптерему вспоминают, и Бэтманов, ну, все, что любые артефакты, которые связаны с этим, что угодно можно вспомнить, но обсуждают, что было бы если. Собственно, для того, чтобы еще дальше продвинуть свой поинт, про то, что консистентность — это такая не бинарная вещь, посмотреть разные варианты того, как консистентность может реализоваться. Самые, как я сказал, уже слабые... Вот здесь картиночки, они идут в порядке увеличения консистентности для распределенных систем. Самая слабая модель консистентности применяется, например, ну, опционально, если я не ошибаюсь, в Cassandra. Ну, точно, есть насчет опционально, не помню. В Cassandra — это так называемые антитропийные протоколы. В чем фишка? Это «евенчал консистентности», вот прям вот классическая «евенчал консистентности» заключается в том, что вы в какой-то узел пишете данные, а потом они с помощью антитропийных протоколов, так называемых, синхронизируются на всем кластере. Мы написали в одном узле, что Васе с 43 года, и со временем, со временем эти данные расползаются по всему узлу. Как это происходит? Там есть модель антитропийных или госип протоколов, ну, точнее, по множеству другого, неважно. Два узла, один узел вперед и случайным образом выбирают другой узел, обмениваются дайджестами, ну, то есть таким кратким представлением тех данных, которые у них есть. Если эти дайджесты данных отличаются, то, у кого таймстэмп выше, пушит изменения в другой. Ну, или тот, у кого таймстэмп выше, пулит изменения из другого. И они таким образом синхронизируются. То есть у всех появляются актуальные данные. Но со временем. Со временем, как работает этот антитропийный протокол. Это классическая меньше лук ассистенси. Дальше. Дальше модель записи как раз такой же, чуть более консистентный вариант. Вы... Так, 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 так. Собственно, да, эти два похожи. Ну, следующая вот под буковкой B заключается в том, что вы, когда осуществляете запись, пишете больше, чем... Ну, предполагаю, что у вас нечетное количество узлов, и когда вы осуществляете запись, вы пишете на больше, чем половину узлов. И тогда вы... здесь все равно не очень хорошие. Да, вы пишете больше, чем на половину узлов, а потом асинхронно эти данные реплицируете на другие узлы. Это в некотором смысле похоже на нейтропийный протокол, но слишком отдаленно. Читайте с любого. Но, тем не менее, остается вероятность... Ну, это тоже eventual consistency. Остается вероятность, что вы прочитаете что-то не то. Буквка C. Это приблизительно то же самое, что буквка B. Тут только появляется такая штука, как hinted handoff. Это есть... Не помню, есть ли в райке, точно есть в Кассандре. В чем вот фишка заключается? Есть какой-то координатор в этой системе, когда вы осуществляете запись, и какой-то узлов недоступен в этом координаторе или в узле, который рядом с недоступным узлом. Есть отдельная табличка, где написано, что вот этот узел был недоступен, и вот такие данные на нем надо проиграть, когда он станет снова доступен. То, что узел недоступен и недоступен, определяется госсип антитерапийным протоколом. Вот. Эта фишка есть с Кассандрой. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы когда узел приходит в сознание, чтобы он не весь, не всю базу данных через себя прогонять, он просто... Вот это вот hinted handoff, вот эти подсказки, они просто... То, что ему нужно проиграть, они быстро прогоняются, и узел быстро поднимается и снова начинает работать. Увеличение производительности в основном это причина. Read Repair — это на буковке D. Это тоже техника, которая применяется в райке. Вы читаете больше, чем... Вы читаете с нескольких узлов, ну, данные. Читаете вместе с твоими стемпами. Если оказывается, что у кого-то старые данные, вы запускаете процесс Read Repair, то есть вы на чтение узел, который остальные данные, ну, инициируете у него обновление данных, потому что вы, когда в момент чтения, вы определили, что у него они старые, по этой тайм-стемпу. И в Кассандре неудивительно, как это тоже можно сделать. Следующая модель, ну, вариант того, как консистент записывать, вы пишете, ну, буковка E в данном случае, вот здесь R — это число узлов, который вы читаете, W — это число узлов, на которое вы пишете, и N — это общее количество узлов. Вы развиваете систему так, ну, и клиентское приложение в данном случае так, что вы читаете R плюс W больше, чем N, то есть вы пишете, ну, допустим, пишете и читаете больше, чем с половиной узлов. Если вы записали на 4 узла, ну, у вас 5 узлов, если вы записали на 4 узла и прочитали с 4 узлов, то вы точно прочитаете консистентные данные хоть где-то в одном узле, то есть с очень высокой вероятностью. Ну, и продолжение этой недели вы пишете и читаете на все, ну, это синхронно делать не очень прикольно, но возможно. Следующая модель консистентности, ну, учитывая, что она идет ближе к концу, это она все же не такая сильно консистентная, это Master Slave. Master Slave — это все же в некотором смысле Eventual Consistency. Ну, классический Master Slave, в MySQL или PostgreSQL, где угодно, репликацию, когда вы настраиваете Master Slave, вот у вас так. Это, и у нас все же стоит на эту картинку перевести начало, потому что это Eventual Consistency. Однажды, когда на Master предустанут идти апдейт и insert, и у вас Slave станет консистентным. Ну, вообще, там может быть лаг, и Slave может отставать. То есть, несмотря на то, что вы с распределенной системой могли не общаться, если вы настраивали репликацию, вы уже работали с самым таким NoSQL-ным концептом, который чаще всего к нему привязывают, это Eventual Consistency, который дает, напоминаю, еще раз напоминаю, что вот эти слабые модели консистентности дают вам больше производительности. И последний, наконец, по списку и не по значению, консистентный способ писать что-то в сильно распределенных системах, это всякие протоколы консистентные, типа Paxos, Zaba, Raft, и 3-phase Commit и тому подобных вещей. Это всякие сложно выдуманные штуки для того, чтобы как раз в определенной среде супер прям офигительно консистентно выполнять обновления данных конкурентно. Они не очень производительные, зато дофига консистентные, это работает, это применяется везде, 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 в крупных компаниях. То есть у Google есть свой какой-то неимомерный опыт использования Paxos, они даже отдельно Research Paper выпускали, там сколько-то лет использования Paxos всякими корнер-кейсами, как их обрабатывать. Это все очень нетривиальные вещи и реализация этих протоколов, в частности Paxos она очень сложная, но если вы хотите получить какое-то представление о том, что такое вот эти вот высокая строн консистентность протокола, вы можете зайти на страничку Raft, ну или поискать Raft Visualization погуглить, там есть классная на D3 визуализация о том, что же такое вот этот консистентный протокол и как он работает. рассказывать с вами бесполезно, потому что там есть классная прям интерактивная визуализация, погуглите ее и стоит тысячи слов. Так, давайте сейчас вот эти классные красивые картинки пропустим и перейдем к Тарантулу, потому что про эти классные красивые картинки я в следующий раз расскажу отдельно, потому что я как-то откладывался на конец у меня не всегда хватало времени поэтому сейчас расскажу без подгоняния отдельно расскажу про Тарантулу. Тарантул это разработка ну как вы наверное уже знаете это наша милошная разработка это кивали в хранилище. В чем его особенности и почему она такая хорошая ну как бы действительно хорошая штука то есть во многом даже лучше чем конкурент ну самый ближайший конкурент наверное Redis то есть когда вы думаете каких-то когда вам нужно что-то запихнуть кивали в хранилище вы думаете либо о Redis либо ну если вы в частности работаете где-то более-менее в России то вы думаете о том чтобы использовать Тарантул особенно других альтернатив у вас нет но распространенных имею в виду конечно альтернатив достаточно картинки да кстати дисклеймер в том что вот эти слайды которые я вам показываю это слайды Кости Осипова ну то есть я просто взял и украл у него слайды Костя Осипова Константин Осипова это основной разработчик Тарантула эти слайды относятся тут есть некоторый нюанс про версионин к Тарантулу который стоит сказать есть Тарантул 1.5 Тарантул 1.5 ну и вот это слайды про него есть Тарантул 1.6 и основная боль в Тарантул 1.6 одна одна из болей которая связана с Тарантул 1.6 что лучше бы это был Тарантул 2.0 потому что Тарантул 1.6 это совсем не то же самое что Тарантул 1.5 в плане именно протокола общения там сменился протокол общения сменились появились новые фишки типа грантов и какой-то авторизации и тому подобного с точки зрения то есть с точки зрения концепции эти слайды как для 1.5 для 1.6 для 1.7 они одинаково хороши то есть в этом плане ничего особенно не изменилось тут как бы плюс-минус 1.5 процентов туда-сюда не имеет смысла даже слайды менять но с точки зрения общения и поддержания базы данных изменилось достаточно много и вам стоит знать что ну по крайней мере разработчики Тарантул советуют использовать последнюю версию то есть по-моему 1.7 уже последняя версия вот и что 1.5 это как бы 1 Тарантул а 1.6 это уже как бы 2.0 есть такая разница и стоит о ней заранее сказать что из себя представляет Тарантул и какова модель данных то есть это непростой эквивалю чуть более сложный эквивалю хранилищ чем о котором можно подумать в плане Рейдиса то есть просто ключ-значение какие-то сложные структуры данных у вас есть ну в некотором смысле похоже вы можете провести аналогии с революционной базой данных у вас есть вместо таблиц есть спейсы спейс ну просто название спейс это хранилище для кортежей ну как кортежи в революционной модели есть так и здесь есть кортежи кортежи это набор каких-то значений поэтому поэтому там может быть ну в кортежи может быть сколько угодно значений собственно все это вся концепция кевалю хранилища отличает его от других кевалю хранилища тоже там есть индексы вы можете строить Germany индексы на поля. Какие индексы это бывают? Вы можете, ну, обычный индекс на одно поле, составные индексы, уникальные индексы, не уникальные индексы строить. Что это вам дает? Я когда показывал слайд про кивалью хранилища, сказал, что вот вы не можете, вы можете искать что-то по ключу, в некоторых случаях можете искать по диапазону ключей, по-моему, вроде, если можно диапазон задавать по префиксу даже. В тарандуле вы можете построить вторичные индексы, ну, и сколько угодно индексов построить, уникальных, уникальных, и искать, собственно, по индексам. Это действительно безумно удобно, потому что, даже не знаю, просто это удобно с этим работать, удобнее, чем если вы не могли бы ничего искать по значениям. Тут, соответственно, есть, тут на слайде есть, соответственно, вот этот маппинг между определением тарандула, определением вариационной базы зданий, чтобы было понятно. Типа данных, которые поддерживаются, ну, вот здесь есть небольшое различие в S1.6, там NUM и NUM64 не особо отличаются между тобой, есть строка. Типа индексы в хэш и 3, хэш, соответственно, ну, я думаю, вы догадываетесь, что в себя представительный индекс типа хэш, это хэш. Типа 3, вы никогда, вы не будете удивлены, что это B3, то есть тут тоже нет никаких сюрпризов. Обещали в этой версии, ну, в свежей версии добавить типа 1.7, то есть 1.8, я не помню, добавить больше поддержки SQL, ну, потому что все любят SQL. Кто не любит SQL? Как мы видели, многие тысячи разработчиков вы любят. В 1.5 такая достаточно слабая поддержка, ну, так, чисто поиграться она есть, но так, не про вашу честь. И вот. То есть концепция очень простая. Кивалюх хранилища у вас есть спейсы, в спейсах кортеже, вы можете строить вторичные индексы и искать не только по ключу, а и по вторичным индексам, ну, по вторичным индексам, которые вы сделали. При этом они могут составные, из нескольких полей и так далее. Могут быть уникальные, уникальные. Вы не обязательно по ключу одно значение можете получать, вы можете по индексу, который не уникальный, получать несколько значений, например. Но и это еще не все. короткий обзор архитектуры, за счет чего, что хорошего-то в Таратуре, и в чем вообще преимущество кивалио-хранилищ, в чем их особенно. Обычно кивалио, если мы говорим о кивалио-хранилище, предназумевает, что все это хранится в оперативной памяти, потому что, ну, потому что это быстро, и, собственно, поинт использования кивалио-хранилищ в том, что вы... поинт в том, что вы используете их для как раз... а, я стерл, к сожалению, LTP-нагрузок. То есть вы используете вот таких для каких-то... не для аналитических запросов, естественно, хотя и это можно сделать тарантулей, если вы очень хотите. Но основной юзкейс, что предполагается, ну, теоретически, если вы думаете об этом, в каких-то концепциях правильного мира, то предполагается, что это какие-то LTP-нагрузки, именно транзакционные. И при этом вы хотите делать это быстро, вы используете кивалио-хранилище типа тарантула. Естественно, все данные хранятся в оперативной памяти, если они не помещаются в оперативную память, то, в принципе, до тарантула... Ну, сейчас в последних версиях появился движок, тарантуле привезли движки, в последних версиях появился движок, который позволяет на диске хранить какие-то данные, но он все же еще сыроват, поэтому мы сейчас будем говорить про что-то актуальное, что действительно можно работать. это все данные хранятся в оперативной памяти. Если вам не хватает оперативной памяти, ну, когда вы в конфиге прописали достаточно, вам нужно отрестартировать Tarantul с конфигом, где написано, что он может больше памяти занимать. Все достаточно просто. Данные персистентны на диске за счет… Ну, данные персистентны за счет вайта хэтлога. Это тоже отличие от Redis. Потому что в Redis там есть две модели персистентности. Вы можете настраивать отдельно снапшоты, отдельно append-donald файлы в теме находиться. Здесь есть вайта хэтлог, и ваши данные, они всегда персистентны. И что такое вайта хэтлог? А, ну, вы, собственно, знаете, что… Вы же теперь в этом смесе… Я привык, что после мускуле студенты не знают, что такое вайта хэтлог. Вот. Тут вы изучали постгрей, поэтому про вайта хэтлог вы знаете уже достаточно. В чем поинт? Поинт в том, что Tarantul делает периодически снапшоты настраиваемо. После того, как сделал снапшот, он обнуляет вайта хэтлоги. Ну, в термин это называется X-логи. Обнуляет X-логи и начинает писать их заново. Соответственно, если в какой-то момент вайта хэтлоги или X-логи работают так же, как вы думаете о них в постгре. Ну, концептуально. В какой-то момент, если попадает, ну, если там электричество кончается, еще что-нибудь такое, сервер загружается, там, не знаю, kernel panic произошел, сервер заработнулся. Вы запускаете Tarantul, Tarantul с диска читает снапшот. Ну, снапшот – это просто представление всего того, что, грубо говоря, снимок памяти – момент работы системы. Просто все, что в каком-то формате, сохраненное, вот, то, что лежало в оперативной памяти, принадлежало Tarantul. Tarantul при старте читает снапшот, при этом читает со скоростью чтения диска, поскольку это последовательность чтения с диска, это достаточно быстро происходит. И от того момента, что у него есть снапшот, он накатывает транзакции. Собственно, и все. После этого вы находитесь в конституционном состоянии и заново работаете. В отличие от Redis, вам не нужно меньше танца с бубном, и при этом все это работает достаточно, при этом все это быстро работает. В чем особенность далее? Особенность в том, что Tarantul – это из коробки один процесс, ну, один процесс, один поток, то есть на одном ядре крутится, но это асинхронный сервис, и там используется, ну, парадигма кооперативной многозадачности. У вас есть вот этот поток выполнения, которые, есть файберы, которые держат вот этот вот поток выполнения, грубо говоря, и могут крутиться в какой-то момент на процессоре, они могут вызвать yield, то есть отпускать лог и отдавать его другим, и, соответственно, ну, что у нас между коллегами называется yield-дить. То есть, короче, файберы могут yield-дить, отпускать выполнение и передавать его другим файберам, и, соответственно, они все в асинхронном режиме могут выполняться. Ну, иногда без, ну, файберы могут отпускать поток, собственно, выполнение без вашего желания, так это, несмотря на то, что это кооперативная многозадачность. При этом все это на одном ядре хорошо работает, не жрет много памяти, ну, в смысле, много цепу не жрет памяти, она жрет столько, сколько вы туда запихнете, и работает очень производительно. Ну, и это еще не все, есть особенности, которые делают его еще более приятным таранту, которые стоит однажды сказать, это, естественно, хранимые процедуры на языке луа. Кто когда-нибудь слышал про луа? Ого, а откуда столько? Как это случилось с вами? Ладно. Ну, к луа можно подноситься по-разному, я не очень люблю луа, потому что не могу простить то, что индексация начинает соединиться, это за гранью добра и зла. Вот, ну, и то, что там нету отдельного типа списка, там есть только таблицы, это просто ужасно. Вот, ну, там еще много классных особенностей луа, которые, чтобы не заплакать на камеру, не буду перечислять. Вот. Короче говоря, вы можете писать хранимый процесс, расширять функциональность тарантула, то есть какая, ну, кита фича редиса, у вас есть кивали у хранилища структур данных, вы можете, там есть, из коробки есть всякие структуры данных, которые поризуются, всякий прикольный функционал, там, сеты или просто списки, или хеши, вот это есть вроде все из коробки. Там для этого из коробки нет, но, во-первых, есть уже куча написанных хранимок, которые есть на гитхабе, и вы сами можете писать и дополнять что угодно. Вы можете, ну, если вы читали статьи на хабре или смотрели, там, какие-то презентации Кости Осипову или Дениса Аникина, которые сейчас активно продвигают тарантул, вы знаете, что тарантул можно расширять и в хост, и в грибу, вы можете буквально-таки очень много функционала переносить на сторону тарантула, и при этом это все будет работать очень быстро и хорошо за счет того, что все это крутится в одном месте, вот прямо на сервере. То есть у вас, вам не нужно, вас исчезает между вашим веб-приложением, например, и базой данных, прочитая, исчезает необходимость прослойки вот этого кэша, потому что у вас тарантул реализует все сразу, может реализовать и аппликейшн-код, и кэш, и базу данных, как пример. Так что это за хранимые процедуры, и чем они отличаются от того, что вы привыкли в постгрейсе, ну, либо кто-то использует мускулем, там тоже похожая концепция. Ну, во-первых, они отличаются, естественно, тем, что они написаны не на SQL, не на деклотированном языке, а на оперативном, все же на Lua. При этом на Lua хранимки в тарантуле вы можете делать, естественно, гораздо больше, чем на SQL, вы можете, там, не знаю, открывать сокеты, что-то там писать, можете, ну, естественно, писать сам тарантул, можете хоть хтп-сервером это и тарантул реализовать, то, что вы можете сделать все, что угодно. Самый простой вариант из того, что можно придумать, например, в тарантуле нет автоинкремент, ну, потому что предполагается, что вы можете развернуть его на кластере, много институтов запустить, и поэтому, ну, глупо там делать автоинкремент зачем. Но вы можете захотеть очень сделать автоинкремент. Его можно реализовать достаточно такой, ну, простой хранимкой, и, собственно, для тех, кто не видел Lua, есть возможность посмотреть на Lua. Ну, бокс — это сущность внутри тарантула, то есть вы, ну, в тарантуле есть какие-то уже готовые хранимки, которые он сам использует за своих нужд, хранимые процедуры, но это функции, которые, собственно, вызываются внутри тарантула, написанные на языке Lua. Соответственно, вы можете добавить функцию box-автоинкремент. Box — это вот сущность тарантула, потому что тарантула состоит, собственно, вот из этого тарантул-бокса. На вход он принимает space-no, это номер спейса, ну, и дальше какой-то набор параметров. Ну, это валинное с точки зрения Lua в синтаксис, не пугайтесь. Вы с помощью функционала тарантула выбираете max-tuple, ну, у вас, очевидно, есть primary key, и, собственно, вы вызываете уже готовую хранимку, которая дает вам максимальный кортеж с максимальным ID-шником. Затем, если такой кортеж не nil, то вы распаковываете значение, ну, распаковываете значение, которым хранится ID-шника. Если nil, то вы присваиваете, ну, соответственно, это, значит, space пустой и max равен минус одному, и возвращаете, собственно, ну, вы вставляете эту запись в space, в space-номер, и в качестве ID-шника присваиваете max, равный max плюс 1. Зачем нужно делать box-unpack? Дело в том, что все данные хранятся, ну, как ни удивительно, все данные хранятся в бинарном виде, ну, потому что это эффективно и занимает меньше места. В тарантуле 1.6 при этом стоит отдельно отметить, то есть в 1.5 вам нужно было самим думать, ну, если вы особенно не используете стандартную обертку, вам самим нужно думать о том, как распаковывать данные, запаковывать их там в отдельные форматы, то есть там, как запаковать инты, инты и тому подобное, строки и так далее. В 1.6 уже, ну, в том же, тарантуле 2.0, так называемом, уже используется такой протокол, как message pack, в котором типы данных зашиты в сам протокол общения, поэтому вам о распаковке и запаковке особенно думать не нужно, то есть уже это уже реализуется на уровне общения автоматически. И, учитывая все это, то есть возможность расширять тарантулу как угодно, как я уже сказала, написать, начинает то, что вы можете там просто функцию автоинкремента написать и вызывать ее, кстати, да, вот как тут пример вызова из, упаси боже, PHP, TNTech, ну, вызов хранимой процедуры через колл, вы указываете номер space, да, собственно, вы передаете ему номер space и вызываете по имени эту процедуру, передаете ей нужные параметры. Вот. Время того, что вы можете расширять функционал как угодно, у вас есть возможность использовать высокопроизводительную кивали хранилище, которое асинхронное, персистентное, и, ну, в принципе, это все, что нужно для хорошей LTP-базы данных, то, чтобы она была в памяти, то есть за счет того, что она в памяти, она очень быстро работает, она асинхронная, я, это самая подходящая модель для LTP-нагрузок, и она персистентна, она не потеряет ваши данные за счет использования валлога. Для того, чтобы, поскольку я не могу в рамках лекции все это рассказать, вы можете посмотреть на лекцию товарища Stonebreaker, это очень известный специалист в области баз данных, он, на самом деле, придумал много баз данных, которые известны и неизвестны, и очень уважаемый человек, у него есть одна из лекций, где он обсуждает, собственно, современное состояние баз данных и то, как должны быть устроены современные базы данных для разных нагрузок, в частности, про LTP-лапы и LTP-лапы рассказывает, и некоторое время посвящает тому, что вот для LTP-нагрузок самая подходящая модель, как раз асинхронные сервисы, которые используют в RDA-хедлоге, то есть это самое идеальное из того, что может быть, товарищ Stonebreaker не врет. Вот, рассказав про Tarantul, я могу вернуться и быстро как раз на этот раз рассказать про особенности, даже про особенности Monge я не буду рассказывать, все равно у нас будет целая лекция посвящена этому в следующий раз, расскажу про особенности недостатки, ну, с моей точки зрения, баз данных, которые мы сегодня обсуждали. Почему я говорю недостатки, а достоинства, и как бы я мог бы здесь в этих слайдах вдаваться в какие-то особенности, которые связаны с теми или иными продуктами. Любые достоинства и классные бенчмарки вы можете почерпнуть на сайте базы данных X, и там будут потрясающие бенчмарки, где она лучше всех остальных. Как неудивительно, на любой базе данных бенчмарки хорошие, что не согласуется с истиной, и что почему-то они их много, больше, чем одна. При этом все лучше, чем остальные. Очень тяжело это выкладывать в сознание. Поэтому я решил привести какие-то недостатки, то есть, наверное, слишком сильно сказано, несмотря на то, что за голову славит, особенности используют, которые стоит знать, и которые мелким шрифтом, наверное, пишутся. Например, в Redis, ну, архитектура подозревает то, что вы используете, то, что у вас, ну, всегда какой-то трейд-офф, ну, само по себе концепт, так и валют строк подозревает трейд-офф, самое большое, ну, один инстанс тоже не масштабируемый, это один и дрогий поток. Самая большая особенность, которую стоит сказать, помимо того, что вы на бульте прочитать можете, это особенность персистентности. Я уже к нему отсылал, когда говорил про то, что в Тарантуле такая хорошая персистентность через вайд и хитлоги. В Redis есть два варианта. Либо вы выбираете снапшотную персистентность фактически, ну, точнее, есть два варианта. Либо снапшотная персистентность, либо append-only файл, ну, это такой вайд-оффе-хитлог в терминах Redis. Либо вы настраиваете периодически делать снапшоты и теряете данные между снапшотами. Ну, то есть вы настраиваете снапшоты каждые пять минут, промежуток между пятью минутами выключится с электричества, и вы потеряли, ну, максимум, 4 минут 59 секунд данных. Что, в принципе, не очень хорошо, если у вас у ЛТП, а вы используете Redis, скорее всего, для ЛТП, потеряли какие-то данные. Это, ну, неприятно. Второй вариант. Вы используете append-only файлы. Это такой, типа, вайд-оффе-хитлог, но вам нужно там настраивать, какой частотой он делает ифсинк. Ифсинк — это такой линусовой системный вызов. Он синхронизирует данные на диске. Часто вызывать ифсинк больно, потому что ифсинк — это медленно. Ну, это правда очень. Ну, где бы вы не встретили описание ифсинка документации, будет написано very, very slow. Так что в этом есть... В документации Redis написано, что, естественно, вы будете использовать комбинацию этих... То есть вы будете использовать и то, и то, настраивать. Короче говоря, надо потанцевать с бубном, и не факт, что у вас... Вы настроите это как-то... Ну, то есть вы можете настроить как-то неудачно. Можете вообще не знать о том, что нужно настраивать и то, и то. Если бы плохо считали документацию, в отличие от Tarantula, где это работает из коробки и надежно. Так. Ну, все ключи должны помещаться в оперативную память. Это достаточно очевидно, потому что Redis — это тоже кивали у хранилищ. В Redis относительно недавно появились хранимки на Lua, но они такие обрезанные, и там тяжело все... Гораздо менее удобно, чем в Tarantula этим заниматься. В Redis и в Tarantula есть транзакции, но с репликацией... В Redis, к сожалению, не могу сказать, если скажу с Абруном, в Tarantula, в отличие от Redis, есть мастер-мастер репликации с версии 1.6. То есть вы можете писать в любой из инстансов, в систему, которые завернули, и получать какой-то валидный результат. В итоге, потому что они сами синхронизируются с помощью вектор-клоков и всяких таких страшных штук. Естественно, вы не можете искать... Поиск только по ключам, вы не можете искать по значениям, потому что там нет никаких индексов, и вот этих удобств не планируется. Если вы... Ну, это есть особенность вообще для любой системы, которая делает снапшоты. Для того, чтобы делать снапшот, надо форкнуться и как-то незаметно писать данные на диск, и этот форк может занимать очень много места в оперативной памяти. Там, несмотря на то, что там используется такой хак, как copy-on-write, все равно это... Все равно, если ваш... Все равно вам нужно какой-то запас оперативной памяти для того, чтобы откладывать снапшоты. Это стоит тоже учитывать. Особенность недостатки... Да, особенности все же для Neo4j. Особенность его основная – это лицензия. Лицензия. Лицензия, которая не опенсорсная, а GPL V3, а GPL. Это означает... Что это означает под собой? Значает, что если вы используете это у себя в коммерческом продукте, у себя используя Neo4j, то вы должны сделать его опенсорсным. Вжух, и это опенсорс. То есть, потому что такая лицензия. Вы не можете использовать до коммерческих нужд, если не платите определенное количество денег Neo4j. Как они узнают об этом, если вы будете ее использовать? Ну, может, не узнают. Может быть, узнают. А если узнают, что они будут делать, учитывая, что у вас разные юрисдикции, они там не в России, а вы в России, непонятно. Но, наверное, лучше так не делать. Кассандра. У нее есть особенность консистентности, которую мы обсуждали. Я так просто скользко сказал, но еще раз даду внимание, то, что Кассандра использует эти самые антиэнтерапийные протоколы и веншил консистенции. То есть, там можно настраивать, есть разные модели консистенции, не применять, но в целом вообще она используется именно антиэнтерапию из коробки. И это может быть, может не подходить вам чисто по каким-то соображениям вашего бизнес-кейса. Нет индексов. Вы должны проектировать свою базу данных, исходя из бизнес-кейса, который рассматриваете, потому что потом это будет больно. Ну и, конечно же, она написана на Java. Что означает, что база данных написана на языке Java? Это означает то, что там есть garbage collector, garbage collector, который иногда делает Stop the World и собирает мусор. Поскольку он это делает, если у вас сильно нагруженное приложение, вы можете не соблюсти какие-то SLA. Сервис level... У вас возможно даже контракт заключает, напишет, что вы 99% запросов укладывается в, не знаю, 25 миллисекунд или в 100 миллисекунд. Возможно, когда Java решит собрать мусор, она зависнет на секунду. И вы нарушите SLA и потеряете деньги. Просто потому, что нарушили. Потому что вы удивитесь, что клиенты, наверное, не будут следить за SLA. Нет, они будут. Они за каждой кофейкой будут следить. Так что это может действительно быть консерном для вас. И поэтому это такая чувствительная вещь, на каком языке... Конечно же, везде демократия свободна. Можете писать на любом языке, но для некоторых вещей лучше подходят одни языки программирования по сравнению с другим. В частности, например, тот же Tarantula, здесь написан на сях. У меня есть заключающее слово. Остальные слайдики, они, конечно, классные, но они и так не столь информативны. Прежде чем мы на следующей лекции перейдем уже к конкретному решению, в конце этой лекции хочется касать, несмотря на то, что это обзорная, лекция была обзорной, хочется заключить тем, что есть много всяческих решений, которые можно использовать для того, чтобы хранить ваши данные. Нет какой-то одной базы данных, которая бы позволила вам реализовать все. Несмотря на то, что существует NewSQL, которая пытается из двух миров лучше брать, там, из нейралиционных и реализационных, нет одной базы данных, которая подходит для всего на свете. И тем более нет базы данных, которые придумали специально для вашего из кейса, ну, кроме тех случаев, когда бывает. Нет никакой серебряной пули в данном случае, как и нигде, ни для какого решения, не бывает серебряной пули, несмотря на то, что революционные базы данных существуют там 40 лет вместе со SQL, их нельзя использовать для всего, для каких-то развертываний на кластере, возможно, это не очень хорошо подходит. И когда вы начинаете, создаете какую-то новую систему, развиваете или улучшаете существующую систему, выбираете новые инструменты, пожалуйста, когда вы осуществляете этот выбор, продумайте то, что вы хотите получить, прочитайте документацию, что вам предоставляет тот инструмент, о котором вы думаете, посмотрите отзывы о том, исходя из знаний, которые тем более теоретически, которых вы получили, про модели консистентности и подобные вещи, выберите инструмент правильно, потому что это будет залогом того, что ваши глаза будут меньше кровоточить, вы будете больше спать, лучше отдыхать и будете счастливы вообще. И пони, радуга и вот это все. Всем спасибо.